Девушки отдыхают Вадим, можно с вами поговорить? Можно Олег вам больше ничего не должен Вот и строился у нас же Все его бабы спасают Ну тогда иди Всем оставаться на местах! Работает в местах! Все вас на лодочных местах! Бросить оружие! Оружие на пол! Оружие на лодочных местах! Только на самом деле Когда я спасаю Лего Я спасаю себя Что вижу я? Лена, конечно, звезда Так яд принес безвременную смерть О, жадный! Выпил все и не оставил ни капли Милосердной мне на помощь Тебя я поцелую прямо в губы Быть может, яд на них еще остался И он поможет умереть блаженно Уста твои теплы Сюда идут Я поспешу Как стати, кинжал Ромео Вот твои ножны Останься Там и дай мне умереть Ромео, что мертвый здесь лежит Был покойной Джульеттой обвенчан Она была ему законной женой Я их венчал Кормилицей был брак ее известен А где слуга Ромео? Что он скажет? Я ради Лены Даже старшую Веретенникову взял на роль кормилицы Не Веретенникова, а Жукова Лена и Маша Наши родные сестры осводные Нет повести печальнее на свете Чем повесть о Ромео и Джульетте Большое спасибо Спасибо вам огромное А где Джульетта? А ну-ка Лялька, вставай Ляльечка Ляля Ляль Вставай Ляль Ляль Я помню все И где быть должна И вот я здесь Но где же мой Ромео? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вечно у нее все болит У людей как Невестки как невестки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думала вы Год проживете Баба с прицепом Нагуляла девчонку с бандитом Хорошо еще, что пристрелили при налете А то Как жить-то с таким отцом? Так, мать, прекращай Ты хоть Машку В ежовых рукавицах держал Молодец А то, не дай бог, гены Роспитал как положено Школу вон с золотой медалью заканчивает В нархоз ее наш берут Без экзамена Главное, чтобы по наклонной дорожке не покатилась Выходит, и имени, и челан Все впрок пошло Хорошо, что она бабские слезы не появилась Мама, Валера, идите обедать Идем, идем Как ты ее терпишь? Потому что Лялька Идем Мария Жукова Мария Дамилина Что ты мечтаешь? Пиши давай Мария Жукова Маша, ты закончила? Я проверяю Проверила уже Идем домой До свидания До свидания Тамилин Пиши Ну, Олег, куда ты решил поступать? Ну, отец отправляет в столицу На юридический год Говорит, диплом нужен Конечно Ну да Мотокросс на институте-то нет Ну, а потом, наверное, за границу Посмотрим Машенька, а ты тоже в столицу, да? Я нет Я дома остаюсь Наш финансово-экономический Как? Своими результатами, с медалью Тебе нужно в столицу Да, но родители против Говорят, что в столице жить дорого ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машка Ну, что такое скучное, а? Тамилин твой будет Чемпион Европы Победитель международного соревнования Ну, давай, ты работа, работа Я попробую отпросить Привет Здравствуйте Привет Ну, что, пойдем? В кино А я передумала Как? Мне сестре надо помочь Прости, пожалуйста, нам идти надо Пока Чем ты должна мне помочь? Ну, я же с Игорем в кафе иду сегодня Не жалко тебе парней? Они же поубивают друг друга Нет, мне не жалко Я вот в театральный поступлю У меня в столице, знаешь, сколько таких парней будет? Сто! Так, ну это я сделала А с этим я быстро справлюсь С золотом, девчонка За месяц мне в первичке порядок навела Слушай, а давай после практики в бухгалтерию На постоянную работу Мне очень нужны такие, как ты Мне нужно деньги зарабатывать Я резюме уже на завод отправила Ну да У Томилины, конечно, зарплата куда лучше, чем у нас в больнице Клавдия Степановна, я хотела на субботу отпроситься Машунь, ну ты же мне обещала Ну как мы вдвоем здесь эти авгиевы конюшни разгребем? Ну Ну Ладно Ладно Сыночек Ты так редко бываешь Если бы не кросс, уж не знаю В общем, молодец, что вырвался Мы на этот кросс под тебя столько спонсоров привлекли Детсад району хоть достроим О, стратег Слушай, ну ты с этими тренировками, соревнованиями, на занятия-то ходил? Ну, на занятия редко На сыщу ходил Диплом ждали? Стратег Я говорила Сыночек, сегодня к нам на ужин Неллюшка придет Будь с ней погалантнее Маму, ты опять? Ну, чего ты мне Нелю сватаешь? Ну, почему сватаю? Просто придет поужинать Хорошая девочка и семья такая Ладно, я побежал Вечером буду к ужину Давай, давай Все, пока Будь осторожен Хорошо, пока Олеженька! 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 Олеженька, сынок! Все будет хорошо Олеженька, Олеженька, Олеженька! Сыночек! Сыночек, Олеженька! Это все ты Это все твои мотоциклы Я знала, я знала, что так произойдет Ты что? Тихо, тихо Ты что? Доктор Случай сложный Обе почки сразу Молитесь Господи Представляете? Прямо на последнем повороте Такая авария Шестеро пострадавших Говорят, выживут А Амелин Вряд ли Ужас какой! Мама, а самое страшное Что я-то рядом С этим была Это просто еще минута И все, он бы в толпу уехал Я бы сейчас не в театральный ехала А лежала бы там же, где-то Томилин Это Томилину-старшему За все грехи его За то, как он к людям относится Маша Сиди И надо же Ни ее, ни директора почки не подошли Жалко Такой молодой Единственный сын То, что твоя подошла Это Я не знаю Это просто чудо Как доложится? Ты должна очень хорошо подумать Это почка Ты представляешь последствия? Я представляю Ну, хорошо Маша Машенька, девочка Господь услышал мои молитвы Это чудо, чудо Сотая доля процента Маша, вы не беспокойтесь Вас будет оперировать лучше из лучших Я выпишу хирурга из столицы Теперь про деньги Сколько вы хотите? Называйте его и буду сумму Не стесняйтесь Посмотри на меня Посмотри на меня Сядь нормально Думать об этом забудь Ясно? Думать забудь Машенька, ты меня послушай Ведь это же здоровье Маша, ну никакие деньги здоровья Мне никакие деньги Я никакие деньги не возьму Я уже все решила Мам, я завтра в восемь буду в больнице Ах, она решила А кто с тобой с инвалидом Будет возиться? Она? Или я? Господи, дурь, какая дурь Это ради кого? Камилина, Бог наказал Вот, вот ты у меня кулапойешь Решила она Да не цепляйся А что ты со мной сделаешь? Ты меня запрешь что ли, пап? Я тебя запру Я тебя не только запру Я тебя... Идем, идем, малыш Идем Вот Мама Мама А почему тетя в рубашке? Не знаю Шесть Пять Четыре Три Два Один Напугала ты нас, Мария Валерьевна Сергеевна Умница 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 Все хорошо Ты сегодня человеку жизнь подарила И не думай тут мне умирать Слава Богу, Налешка Слава Богу Слава Богу Олег 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 Немедленно в пола! Мы вам так обязаны. Все, что только хотите. Можно мне принести попить? Ой, такая замечательная. Давайте все-таки вернемся к финансовому вопросу. Нелюшка, привет. Это Алешкина невеста. Вы тут пообщайтесь, а моя к Алешке. Маша, я, в общем, человек прямой. Вы давайте назовите сумму любую или хотите квартиру купить? Не обижайте мне, я не возьму денег. Ладно. Будем считать так. Я ваш должник. В любой момент вы можете попросить. У меня все, что вам угодно. Вот. Будем так считать. Вас когда выпустят? Через неделю. А Леду дал мне. Я думал, все хорошо будет. Маш, салат дай там в холодильнике. Майор, ну ты, конечно, нельзя сейчас. Что, не знаешь, что ли? Вырастили. Инвалида. А ты и ради. Да. Богатым все. Они хоть за лекарства платят. Завтра аванс дадут же на заводе. Как три зарплаты в больнице. Капиталисты. Чего там, Лялька? Звонила? Звонила. Там через житей ей уже дали. Хлеб мне дай. А давайте девочку эту спасительницу твою, Машу, в ресторан пригласим. Конечно. Сейчас я ей позвоню. Алло. В ресторан… Я не могу взинить. Вы теперь для нашей семьи как родная. И Олег очень просил, чтобы вы пришли. Олег просил? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, наконец, и Маша. Олежик, это же твоя спасительница. Ты можешь лично ее поблагодарить. Привет. Привет. Ты меня помнишь? Конечно, помню. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ну, ты с моими знакома? Да. Садись. Вы знаете, я уже пойду, мне пора. Поздравляю еще раз. Да… Пока. По… Ну, вот. Да, святая девочка. Сын, за твое здоровье. Давайте. Здравствуйте. Проходите, сейчас я… Маша. Да. Проснулась? Гостик тебе. Проходите, Олег. Привет. Привет. Ну, я на кухне. Я вчера даже толком спасибо не сказал. Спасибо. Может, по улице ходим? Ну, давай. Давай. Садись. Да. А, я. Да, да. Я. Сейчас. Вы с describes 이거를 на ни одного знака. Т crews отралии, что будет hypothesis. Чтобы притить нас с лав gestellt у вас была бы одна. Было, да, что будет curry? Так. Отлично. Там нюх, да, вид Star Wars이 속неются на мероподешествии Может, ты чай хочешь или кофе? Правда, у нас раствори, мы и… Хочу. Ну, тогда пойдём. Ой, это я на паспорт началась расписываться. А вот это что? Это… Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее start of DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее start of DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которым партнером DimaTorzok Олег, Сева. И вообще, мы поженимся как можно скорей. Вернись, я с тобой не договорюсь. А я все сказал. Вернись! Видал? Это твой сын, Сева. Ну ничего, я решу это, проблему решу. А Машка-то, а, жениха себе отхватила? Ой, я как-то не знаю даже. Честно, все это внезапно как-то. Это ж Маша, тихушница наша. Все у нее под замочком, все у нее. Директор свадьбу оплатит? Да не будет никакой свадьбы. Распишемся в следующую субботу. Олег в ЗАГСе договорился, чтобы как можно скорее. Ну ладно. Да, Маша, ты, когда ляльки завтра продукты повезешь, ты обратно, наверное, пол с карты бери. А без сумки же будешь налегкие. Ну, я вашей дочери много раз предлагал деньги, но она у вас натура тонкая, романтическая. Каждый раз отказывалась. Ну, вы-то люди умные, взрослые, родители. Скажите, а вы случайно не на нашем заводе работаете? Нет. Ну, в общем, дочь у вас просто ангел. Она спасла нашего сына. Ну, вы знаете, вот эти все романтические мечтания, в наше время, по-моему, лишние. Олег сейчас в эйфории. И мне кажется, Маша тоже не совсем точно понимает ситуацию. В общем, так. Вы с ней поговорите так деликатно. Объясните ей, чтобы она не делала никаких ошибок. Я через месяц сына улезу за границу, а вы за это время все решите. Согласен. Прекрасно. Так, вы заказывайте. Я все оплачу. Мы с вами договорились, да? Не подведите меня. Пожалуйста. До свидания. Сева. Я, я. Наконец-то. Ну, что там? Не волнуйся. Не будет этой дурацкой зимы. Слушай, меня будут кормить в этом доме или нет? Такое платье красивое. Спасибо, мама. Солнышко мое. Ну, все, я в нем в ЗАГС и пойду. В ЗАГС? Значит так, Мария, послушай, что я тебе скажу. Да пойми ты, утомили на младшего таких, как ты, куча. Где он, а где ты? Ты еще раз, сто раз спасибо нам с матерью скажешь. Доченька, папа прав. Мы благословения не даем. Слово-то какое, благословение. А я у вас благословения не прошу. Замуж за Томилина не пойдешь. Вот. Да не переживай, все хорошо будет. Они остынут, привыкнут. Просто, ну, все как-то очень быстро. Так может и правда быстро, Олежек. Ты-то сам уверен? Я? Я, да. Тысячу лет, как уверен. А ты? А я тебя больше жизни люблю. Машенька, сметану возьми. Садись к столу. Да, Машка, сколько я тебя не воспитывал, а Гена, видать, не выявишь. Ну, чё ты смотришь? А я была упертая, такая и осталась. Бери, доченька. Лялька приедет? Не приедет, съемки у нее. Молодец, Лялька. Да, мы с матерью в ЗАГС тоже не придем. Не придем. Не приедет. Поехали так. Проснулась? Можно. Ну ты, если проснулась, давай вставай, поедем. В парикмахерскую. Подарок тебе от нас с матерью. Нельзя же замуж выходить без прически. На вот. Спасибо, пап. Спасибо. Чтоб ты мужик твой вот так вот носил. Пей, как горячий. Ты пойми, мы ж с матерью зла-то тебе не желаем. Все ж ради тебя. Отдадим тебя Томилиным, будешь их проблемой. Ну, допивай, на поедем. Ура. Продолжение следует... 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 Присмотри за ней. Так что тут дело в регулярности. Да, да, я абсолютно с тобой согласен, Надим. Господи, Лядь, как же так может, да? Да уж, влепли мы с тобой в историю. Ты знаешь, меня еще сегодня целый день мутит. Походу, еще торванулась чем-то. Может, ты беременна? Ты что, дура, что ли? Сплюнь. Ой, Машка, прости меня. Ты же вот права была. Ну вот зачем я Олега во все это втянула, а? Да ладно тебе. Ты же как лучше хотела. Лялька, обалдеть. Слушай, я же тебя уже обыскался. Заезжал к твоим родителям. А они сказали, ты не дома. Макс. Привет. Привет. Макс, а ты что тут делаешь? Ну как, ну, соскучился по тебе? Слушай, может, поедем куда-то? Посидим, поболтаем. Так, ладно. Вы тогда болтайте, я пойду. Мне нужно еще Настю саду забрать. Прекорачу. Хорошо. Пока. Все, пока. Прошу. Ты что, тачку себе новую купила? Ну да. Держи за. Опа. Твоё село – это идеальная локация для моей следующей серии. Слушай, как тут вообще люди живут? Какой же ты сынок, Макс. Здесь тоже по-своему хорошо. Слушай, а я давно хочу спросить. А ты чего, Волочка? Глефропластику сделала? Иди к черту, а. Ну не выспала себе просто. Ладно, мне пора. Нет. Давай я тебе подвижку. Нет, я хочу сама прокляться. Ну, мне правда нужно идти. Пока. Мы еще увидимся? Не знаю. Звони. Понял. Сделаю. Смысл, брат? Разговор есть. Пошли, пошли, пошли. Встал. Еще раз к этой бабе сунешься? Урою. Усёк, фраерок. Давай, Илья. Олежек, ты можешь мне помочь? А, мол, что ты? Мне нужно бизнес-план для автомастерской закончить. Это почти как твои мотоциклы. Помоги, пожалуйста. Сейчас. Подожди, принцесса. Надо помочь доброй феи разобраться с ужасным и могучим бизнес-планом. Я знаю, ты победишь. Мам, не переживай, папа тебя сейчас спасет. Ты знаешь, сколько раз я в голове запускал этот бизнес? Как это так поздно? А ты садись, я открою. Ой. Олег! Лёша, что случилось? Лёля? Что случилось? Лёля? А это кто тебя? Убил гада. Даже не вздумай. Ты ж его знаешь. Я вообще сказала, что скоро придут долги возвращать. А теперь я все заварила. И что, все можно теперь? Па, что? Я вообще уснуть не могу. Что с твоим глазом? А что с губой? Прикусила? Пошли ее, пожалуйста. Пойдем, Малышка. Пойдем, сказку пьетру читаю. Ну, упала. Упала тебе. Упала тебе. Ты была права. Я беременна. От него ненавижу. Ненавижу. Все, что со мной происходит, это какой-то дурной сон. Это моя жизнь. Съемки. Просто роль дурацкая и все. Милая моя, держись. Все наладится. Все наладится. Что ты здесь крутишься? Я вас жду. В силу от Леонидович. Олег в беду попал. Я хочу вас попросить. Здоров. А Настя? И Настя. Ну и все. А про беду я тебе сразу сказал. Ты его беда. Испортила парню жизнь. Кем он там работает? Автослесарем? При правильной женщине мужик расцветает. Вы не понимаете, ему просто очень нужны деньги. Да у деньги, деньги. Когда ты успокоишься, охотиться за преданным. Все, чтобы больше здесь не появлялось. Поехали, Витя. Ну как вы? Голова не гружится? Это хорошо. Полежите еще минут пятнадцать и можно домой. А кто это был? Ну что, на таком маленьком сроке еще непонятно. Елена Валерьевна, телефон? Муж свой. Алло. Ах ты, паскуда. Я тебя убью, слышишь? Я тебя убью в этой долбанной больнице. Тварь. Что вы ставились? Жрите. Мне идти надо. Сейчас. Елена Валерьевна, я вас, конечно, могу защитить. Нужен весомый повод. Понимаете, вы жена криминального авторитета. Наверняка знаете что-то, что может хорошенечко мотивировать силовые структуры. Я не знаю. В таком случае... Я знаю. Я кое-что знаю. Г eternal say-то. Я attacker, только в этой ложной. Я dich держу туалет. Валеревны, я даже слом準備. – Я тебя убью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если в наших силах ему помочь, надо это сделать Он молодой, гордый, сам не попросит Это хорошо, что Машка о нем печется И вообще, сколько можно воевать? И главное, с кем? С самым родным человеком? Я думаю, вот это ему хватит Юрий Дмитриевич, привет! Извини за поздний звонок Слушай, ты мог бы телефон одного человечка найти? Мария Томилина Вадим, можно с вами поговорить? Можно Олег нам больше ничего не должен 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 Срок такой ранний. Плюс травма, кровотечение. Мне очень жаль. Кто у меня был? Мальчик. Можно? Можно. Муж. Ты прости меня, если кажется, можешь. Дурака старого. Мне ж не денег жалко, в принципе дурацкий. Вбил себе в голову, будто из-за тебя сына потерял. Прости. Это я сына потеряла. А ваш? С вашим все хорошо. Который день ее живут? Как будто она рядом, а такое чувство, что ее нет здесь. А подожди, сколько времени? Да. Через неделю он на работу выходит? В банк этот? Ну а что? Вдруг это поможет переключиться? Да. Я надеюсь. Если бы тебя в это все не втянула… Перешли. А ты узнал, что к этим банделькам спецназ наглянет. Ты сама-то как? Да, нормально. Держись. Я вообще очень рада, что весь этот триллер закончился. Все. Пока. Это кто? Это мой друг. Смотри за ними. Маша, Настя! Пока! Мать переживает. Я переживаю. Ну, не правы были. Машу готовы простить даже. Может, тебе денег надо? Ты скажи, сколько? Мне от тебя ничего не надо. А Маша… Она рассказала, как приходила к тебе. Просила тебя перед тем, как… Маша, она ангел. Она всех готова простить. А я… Я не ангел. Это что? Заехала в галерее, купила картину на подарок. Какой-то там известный художник. Что мужчину свадьбу дарить? Правильно. Молодец. Давай, рассказывай. Как все прошло? Хорошо прошло. Намекнули на годовой бонус. Сказали, чтобы… Дом присматривала. Угу. Я буду тебя теперь кормить. Вы как тут? Да все отлично. У Настяки зуб шатается. Я провел восемь ТО. Залил сорок литров масла и вовремя предупредил клиента о проблеме с тормозными колодками. Правда, с годовым бонусом не сложилось. Я ужасно тебя люблю. Твой герой. Я очень соскучился. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Андрей для меня как брат. Так что имейте в виду, Елена Валерьевна, теперь у вас есть защитник не только в лице вашего мужа, но и в лице его лучшего друга. За Андрея и Елену. За прекрасный союз прекрасных людей. Давайте выпьем. Давайте стоять. Отличный тост. За Андрей. За вас. Леночка, мне надо пошептаться с мужиками. Я скоро вернусь. Ну что, Миш, пойдем посмотрим, что ты мне подарил. Это нужно обсудить. Ну, умеешь угодить. Олежка, пойдемте с нами. Пойдемте, пойдемте. Конечно. Поздравляю. Спасибо. Славный этот Миша. Ух ты, оденешь? Да, ты понимаешь, у меня вообще все по-другому. По-настоящему. Светское общество. Разговоры об искусстве. Ты к гинекологу ходила? Черт вы, Коноваловы. Они же мне даже полежать после аборта не дали. Андрей знает? Нет. Но ведь чудеса бывают, правда? Ну, если честно, когда я узнал, что новый директор молодая женщина, я подумал, пиголец. Ну, по блату. А вы, Марья Сергеевна, настоящие сокровища. Всем буду рекомендовать. Спасибо, Виктор Борисович, очень приятно. Ну, мне как приятно. В общем, работаю, Марья Сергеевна. Да. И если будет проходить мимо вас что-нибудь прогрессивное, давайте знать. По вашей рекомендации с удовольствием положимся. Возможно, даже на партнерские. Договорились. Всего доброго. Всего доброго. Всеволод Леонидович, у меня к вам разговор есть. Мы можем встретиться? Всеволод Леонидович, у меня к вам разговор есть. Мы можем встретиться? И что, празднуем? Да ничего, просто презентовали. Прости, что так поздно. Как Настя? Спит? Да, давно уже. Она сегодня у нас в Рапунцеле была. Сделали ей косу из твоей косынки. Ну, я так понимаю, это не голодно? Ну, да. Встреча в ресторане была, надеялась. Слушай, помнишь, ты мне помогал бизнес-план для автомастерской делать? Ну, вернее, как, помогал, сам за меня все сделал. Да, помню, конечно. Ну что? Ну, в общем, у нас есть один инвестор, который хочет вложиться в такое дело. С мотоциклами. СТО, салон. Ищет управляющего партнера с последующей передачей бизнеса. Ему самое главное – деньги с процентами вернуть. Не хочешь попробовать? Я на самом деле уже ему сказала, что у меня есть отличный кандидат. Ты попробуешь? Конечно, я. Так, шампанское, бокалы. Машка. Да! Я люблю тебя. Олег. Машуль, ну вот это зачем здесь? Кубки еще мои выставила. Скромность – верный путь к забвению. Инвестиции, слава богу, есть. Ты думаешь, меня еще кто-то помнит? Ну, ты же легенда. Вот увидишь, завтра на открытии вся мототусовка соберется. Может, родителей позовешь? Ты серьезный сейчас? Нет, их я точно не буду вызывать. Не буду. Так, это данные по работе за полгода. Олег нашел нового поставщика по запчасти, он на 15 процентов дешевле. А я выдала скидку на аренду помещения. Угу, отлично. А вот это что? Это водный набайкерский клуб. У меня все под контролем, его финдиректор без меня не чихнет. Возврат инвестиций в срок – все, как я и обещала. Маша, ты знаешь, не предстоишь меня удивлять и радовать. Конечно. Машенька, может быть, чаю? Да нет, спасибо. Мне еще Настю с подготовительной забирать. Ох, Господи. Настенька уже в школу идет, а мы с ней ни разу не виделись. Ладно. До свидания. До свидания. Я прослежу, чтобы он припарковал машину чуть дальше по улице. Так что надо работать очень быстро. И желательно без лишнего шарства. Там заряд большой. Разве что момент вы ждете? Не надо. Как только Миша заведет машину, сразу действуй. И проследи, чтобы дело было сделано. Это ясно? Так точно. Да не волнуйтесь вы. Все будет в лучшем виде. А мне незачем волноваться. Это ты смотри. Не облажайся. А вот здесь можно с налоговым кредитом пересчитать. Угу. Угу. Точно. Спасибо за помощь, Мария Сергеевна. Павел Петрович, я... А вы знаете, что ваша... Маша? Привет. Ты чего здесь делаешь? Я с тобой приехал. Ты был занят. Вот решила с Павлом Петровичем поздороваться. Это хорошо, что я зашел. Выехал для себя. Поехали. Нехорошо организаторам опозвать на собственное мероприятие. Поехали. Всего доброго. Счастливо. Но все-таки Олег молодец, да? Ну что, у него и клуб в своем, и так рос, и телевидение к нему центральное приезжает. Лена, ты слышала наш разговор? Что? Какой разговор? Леночка. Ты хорошая актриса. Но мне врать не надо. Так слышала? Слышала. Только я ничего не поняла. А что тут непонятного? Я заказал Мишу. Как заказал? Андрей, ты мне сам говорил, что вы как братья. Ну, немножко, конечно, обидно. Мы с ним многое прошли. Но понимаешь, Леночка, это как... Это как в шахматах. Ради выигрыша нужно пожертвовать ценной фигурой. Тут нельзя стоять. Где? Здесь? Ты движение перекрываешь. Кому? Мне? Мне можно все. Я могу делать все, что захочу. Могу брать все, что захочу. Так было, есть и будет. И для меня. И для тебя. Запомнила? Угу. Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри, посмотри. Ух ты, моя красавица. Ну, иди ко мне. Иди, иди. Ну, вот. Умница. Первый раз так годовщину свадьбы празднуем. Ну, теперь так всегда будет. У меня для тебя еще один подарок есть. Только давай договоримся, что это будет нашей семейной традицией. Раз в год в этот день я буду исполнить любое твое желание. Прям любое-любое? Прям любое-любое. Хорошо. Пригласи своих родителей на день рождения Насти. Пожалуйста. Ей нужны бабушка с дедушкой. Не уговаривай меня. Хорошо. Хорошо? Да. Я же обещал. Спасибо тебе. За дочку. За все. Просто к родным людям нужно быть снисходительнее. Просто ты у меня ангел. Всех готова простить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, мамка, я же заеду в аптеку. Все. Целую. Пока. Что случилось? Папа. Все по-прежнему. Давайте за имениницу. Да, да, конечно. Сейчас. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой, Машенька. Ну, титька моя. Ой. Ну, титька. Вот ведь я не пил-то а цирроз. Вирус, нам говорят, происхождение. Ладно, не дождетесь. Всех переживу. Пап, может, с каким-то другим врачом проконсультироваться? Да не нужно. У меня нормальный врач. Вроде толковый. Лялька где-то нашла. А хорошо все-таки, что у нас две дочки. Лялька вот и квартиру нам купила. Нравится? Валера. Лялька. Молодец. А я… Простите. Что ты? Что ты, доченька? Ты меня прости. Ты меня, дуру, прости. Начинается. Сырость развели. Ну, хватит. Простите. Все. Да да все-все-все-все. Не пойти. Все хорошо. Все. Так, ну… Теперь вы к нам приходите. Обязательно. На новоселье, сыночка, познакомьтесь. Пап, придете? Обязательно придем. Придем, придем. Придем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой, Лялька. Как раз сегодня к вам собиралась. Да, Ляльочка? Как? Господи. Я скоро буду. Я еду. Что? Мужа Лялькину взорвали. В машине. Че? Ляля! Я так рада тебя видеть. Такая мама. Говорила, что у тебя съемки. Ну, как? Я все отменила. Там группа простаивать ждет меня. Это тебе. Только отговоришь сама. Да. Хорошо. Слушай, у меня гости, я побегу. Все, беги. Все, невеста уже. Что-то я купила. Здравствуйте. Поздравляю вас с именинницей. Спасибо. Красавица. Ты моя красавица. Боже, какое у вас платье шикарное. Здравствуйте. Поздравляю вас с именинницей. Спасибо. Ну, что, выглядишь прекрасно. И цвет тебе очень идет. Спасибо. Это сколько же мы не видели? С месяца три? Ну, вот с похорон, Валера. Только сейчас вот до парикмахерской дошла, а до всей больницы. В больнице не до того было. Да. Отмучился Валера, можно сказать. Пап, ну что? Держи. Маме покажи. Пусть посмотрит. И что там? О, сразу открыла, смотри. Золотая жила. Бизнесмен Олег Томилин делает деньги на всем, чему прекрасается. Если это все связано с мотоциклами. Ну, замечательно. Мой мальчик. Ну, ты у меня молодец. Чемпион и победитель. Как же жалко, что я к вам поздно приехала. Ничего, вот этого нельзя. Ну, хоть чай. Чай можно. Чай. Я приготовлю. Я помогу. Идем. А вы представляете, меня утвердили на роль. Да, фильм про моряков. И всего одна женская роль. Моя. Какие планы у нашего чемпиона? Планы наполеоновские. Решил нового партнера привлечь. То ли к ресторанному бизнесу, то ли к тюнингу. А кто партнер? Не говорит. Какая тебе разница Маши будет? Ну, ну. Я с ним сам поговорю. Не надо. Я в офисе. Папа срочи спрошу. Ой, Маша, Маша. Повезло моему Олегу с тобой. А мне с ним повезло. С цифрами все понятно. Порядок? Угу. У меня еще один вопрос. А что за новый партнер у Олега? Станислав Котовский. Вроде с какими-то связями. Ничего не могу сказать. Ни хорошего, ни плохого. Но если что-то узнаю, обязательно вам сообщим. Хорошо, спасибо. Неля. Маш, ты. Привет. Привет. Очень рада тебя видеть. Машу. Достань, кажется, холодильник. Ну, что сделать, если у Нелли муж отличный партнер? Помой. Ты чего? Я ревновать им думала, что ли? Четырнадцать лет пришло. Я не ревную. Угу. Вот и отлично. У Нелли, между прочим, замечательная семья. Двое пацанов. Порежь. Почему ты сразу мне в колокольчик спрашивала? Забыл. Сейчас же говорю. Кстати, я их в гости пригласил. Ты же не против? Не против. Давай сама порежу. Давай. А сколько вашим мультишкам? В Вите десять, в Мите девять. Погодки. Сложно, наверное. Ну, мы у отца в столице жили, а там прислуги полон дом. Сейчас, наверное, будет сложнее. А школу уже присмотрели, у Насти хорошая. Да, Олег уже обещал познакомиться с директором. Спасибо. Олег! Олег! Ну, что там с детьми? Давай к нам. Да у нас тут битва. Да, бросай ты свою битву. Давай. Мне дайте мне, пожалуйста. С девчонкой, наверное, в такие игры не поиграешь? Знаете, во что угодно можно поиграть. Ну, что, может, вам сок, кофе или давайте сангрию приготовлю? Спасибо, но ста за рулем. А я уже не пью. Поздравляю. Спасибо. Красавчик. Идеальная беременность, идеальные роды. С первыми сравниться. Такие молодцы. Олешка, а у меня к тебе дело есть. Тут Ленечке нужен самый лучший красный в мире, и у меня есть одна кандидатура. А кто же это? Ну, догадайся. Не откажешь? Нет, конечно. Ти-ти-ти-ти. Смешешься? Ничего. Я думаю, может, нам тоже мальчика? Ну, как вам, мальчика? Самое важное – это твое здоровье. Ну, чего я бы того… рискнуть? А я не готов. Ну, ладно. Да козлы они все. Он мне год голову морочит. Год. Ой, осторожно. Тихо, тихо, Настя. А чтоб ты понимала, сейчас у него свадьба с этой… Ну, все, все, Ленечка, не злись. У тебя другое будет, лучшее. Вот Маша тебе, может, кого-то у себя на работе найдет, бизнесмена какого-то. Правда, Маша? Ну, есть же там у Олега какие-то приличные знакомые. Ну, я не знаю, думаю, да, я спрошу. Ну, вот. Только знаешь, чтоб не вот этот женат. Я поняла. Ой, Лялька. Мы с Серегой вообще с детства знакомы. У нас родители в один день на мотокросс привели. Да, есть такое. Только ты теперь у нас крутой бизнесмен, а на раллийных машинах гоняю я. А это те, что на широких колесах и выглядят как самолет? Да нет, то болиды, кольцевые гунки. А раллийные ездят по песчаным и гравийным дорогам. Ну, почти как мотокросс. Да? Да? Да, я же тебе говорю. А вы в кино снимать хотите? Кто, я? Ты. Ну, а что, фактура есть и супер скилл. Ну, актер и каскадер в одном флаконе. Хотел. Ой, конечно, смеешься, я серьезно. Нет, спасибо, конечно, но... А почему бы и нет? Тем более у меня теперь такая знакомая есть из мира кино. Обращайтесь. Ну что, может выпьем? Ну да. За восходящую звезду. Павел Петрович, ну не волнуйтесь. Это всего лишь налоговая. К тому же у нас все прозрачно. Да я понимаю. У нас столько возни. Ну вот, на завтрашнюю съемку, пожалуйста, надейте пиджак. Ну, во-первых, мы сможем скрыть микрофон. Ну, а во-вторых, вам очень идет бизнес-стиль. Угу. А это кто? Тина. Новая пиарщица. Журнал же хотел семейную фотосессию. Нет, 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 не стоит. Ну что вы. Мы будем поддерживать имидж одинокого матча. Я уверена, это сработает. Ну, ничего такая. Бойкая. Все медиа знают. Пойдемте ко мне в кабинет. Обсудим детали. Сюда. Олег Всеволодович, подождите минутку. Секунду. Я так рада, что вас застала. Я думала, что совсем одна осталась в офисе. Заработалась, не могу. Вызвать такси. Не подвезете? Ну, почему бы не подвезти? Спасибо большое. Так поздно, а вы на работе. Наверное, умеете отрываться по полу. Ну, чтоб потом не выгорать. Знаете, я настолько люблю свое дело, что не выгораю. Вот. Поэтому я у вас и работаю. Меня, как профессионала, привлекают люди, которые отдаются своему делу на все сто процентов. Ну, а как женщину, возбуждают уверенный в себе мужчина. Выходи. В смысле? Ты серьезно? Да я же просто хотела. Выходи из машины. Я жду. Я жду. Я жду. Вот козел. На семь часов забронируйте столик. Будет встреча. Здравствуйте. Доброе утро, Алексей Ильич. Алексей Ильич, у нас тут провод платежи, а тут такое… Давайте попозже. Вы что здесь делаете? Что значит, что я здесь делаю? Выполняю свою работу. После вашей вчерашней выходки, вы свою работу в другом месте будете выполнять. Нет. Я жду от вас заявления по собственному желанию. Ну… Полина, проконтролируйте этот момент, пожалуйста. Позже, Павел Петрович, позже. Я жду заявление. Прошу прощения. Обалдеть. Павел Петрович, простите, там в банке дело не в проворот. Что по платежам? Да я с платежами уже разобрался. Мария Сергеевна, присядьте, пожалуйста. Тут такое дело… Не знаю даже, как сказать… Невриятно поступать в таком качестве, но… Тина – новая оперщица. Угу. Приставила к вашему мужу. Угу. И что он? Выгнал. Естественно. Понятно. Что по платежам? Я разобрался. Я тогда пойду. До свидания. Ой, Боже. Устала. Где же Олег? У года Крестникова его все нет. Стаса в смс-ку написала, что задерживается. Наконец-то. Привет. Привет. Что случилось? Полюбуйся. Фина дала интервью о том, какой я ни к чему не бизнесмен. И что мой бизнес спасет только грамотный продукт-плейсмен. Даже читать не буду. Вот это чушь, что интересно. Я тоже надеюсь, что никому. Где мой крестник? Усну. Привет, дядя Олег. Вот старая гвардия. А Витька мне перчатки не дает, которые ты подарил. Да? Ну-ка пойдем с ним разберемся. Где он? Порой. Другой год. А где Стас? Так я думала, вы вместе. У вас же там подготовка к годовщине фирмы идет. Нет? А, забыл совсем. Из головы вылетело. Повезло тебе с Олежкой. На мой бы только обрадовался, если бы девица к нему в штаны полезла. Прекрасиво. Ладно. Почайку. Ну. Ну, вот так вот. Стоило мне на один день уехать. И главное прямо в нашей кровати. Ну, не сволочь. Ну, не сволочь. Слышь, у меня штукой говорит, можно подумать, ты себя на своих этих съемках святая ведешь. Да я вообще ради него кучу проектов задвинула. Ни с кем, ничего, ни-ни-ни. Быстрее домой к Сереженьке. В общем, я реально попытался поговорить с Серегой. Бесполезно. Несет чушь про свободные отношения. Угу. Он мне сейчас сказал, а ты что думал, на тебе жениться собираюсь? Да потому что все мужики козлы. Ну. Кроме тебя. Там вообще жертва харассмента. Чего жертва? Да ничего. И самое главное, он мне еще говорит. Ляль, таки как ты не женится. Ляль, вот я бы на тебе женился. Честное слово. Если бы не можно. Посмотрите, прийду как белая. Дороже. А прибыли пополам? Да как-то… А если один из этих белых байков всплывет, как краденый? Ну так и что? Подпись-то генерального Олега Томилин. Все, мы не при делах. Хм. Логично. Стас, можно тебя на минутку? Помощь нужна. Я сейчас, извини. Не лезь мне в свое дело. Куда ты лезешь? Или ты думаешь, вот это все? На чистенькие деньги? Мое дело, как зарабатывать. Свое, как тратить. Ты все поняла? Спасибо, что сказал мне. Мне бы и в голову не пришло проверять партию твоего мужа. Знаешь, самое страшное то, что еще полгода назад я бы промолчала. Мне ведь, как казалось, все так живут. Обманывают. И в любви, и в бизнесе. Оказывается, может быть, по-другому. Может быть, как у вас, Маша. Нет. Чего ты? Маша. Машуль. Я возьму твою машину. Тебе же никуда не надо сегодня. Вроде нет. Отлично. Я уже давно поранялся. Все, я поехал. Я тебя. А где ключи? Где обычно? Все, пока. Мам! Мам, ну ты чего сидишь? Ну ты забыла, что ли? Что забыла? Мама! У меня выступление в школе. Ничего? Господи боже, мы так все дни перемешались. Так, стоп. Папа уехал. Ключи оставила. Две минуты, я готова. Я готова через две минуты. Все. Мама, мы не опоздаем. Настя, мы не опоздаем. Давай быстрее. Давай быстрее. Мам, ты чего? Мам! Мам! Ты чего? Мам! 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 Девушки! Мам! Мам! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да какой суд вы что? Слава Богу, что все обошлось. Настя сказала, вы сразу отреагировали. Можно я к Машу пойду? Да, пожалуйста. Ну, Матвеева, свечку в церковь поставлю. Повезло тебе. Иди. Что-то все хорошо. Мама спит. Сказали, завтра приходите. Все нормально. Мы с Лялькой уже уходить собирались. Я буквально на секунду подошла посмотреть, как там мама. Это вообще счастливое совпадение. А вам не кажется, что слишком много у нас счастливых совпадений этих? Да, мам, ну перестань. Завтра Маша вернется домой. И все будет хорошо. Да, кстати, а что там с лагерем? Я, получается, не еду. Малыш, моим помощь нужна будет. Слушай, вы ребенку уже год этот британский лагерь обещаете. Пусть Настя едет. А к Маше я буду каждый день заезжать. Спасибо. Давай. Пойдемте. Что ты бабу слушаешь, Олег? Просто Нелли узнала об одной. Ну, короче, нагадить она не решила. Фантазия у нее хорошая. Стас. Что? Что ты мне рассказываешь? Я Нелю с детства знаю. Она мне врать не будет. Если честно, я просто забыл проверить одну партию. Ну, неужели ты думаешь, я буду рубить сук, на котором сижу? Тем более, я на твое дело тоже подписался. И доля моя не маленькая. Тогда забирай свою долю. И до свидания. Олег Всеволодович, у нас сейчас все распределено. И Смеслав Викторович, кроме своих, еще и деньги партнеров завел. А что там за расклад? Да все будет хорошо. Олег, я тебе обещаю. Всегда мечтала сыграть. Компьютер убери. Кушать подано. Спасибо. Понимаешь, и вместо тебя сидит он. Ну что, какие у тебя на сегодня планы? Выпала из процесса, наверстываю. Часик поработаю, потом банк, они там уже зашиваются без меня. Друзья, как ты сама поедешь за рулем? Нет, я бы тебя подвезла, но мне на пробу нужно. У меня уже почти ничего не болит. Все в порядке? Ты уверена? Да. Езжай. Смотри, я мухой туда сгоняю, вечерком к тебе обратно, хорошо? Удачи. Я тебе сто раз говорила, ну нельзя желать удачи, ну это плохая примета. Так. Ах, телефон. Ну ладно. Ну ладно. То, что внутри просто не попадет framed. Ах! Эээ! Ах, Тихи-тихо! КОНЕЦ 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 Маша! Пусть ты, Маша! Маша! КОНЕЦ 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 Девка! Сейчас! Стой! Ася, Дмитрий, стой! Тихо, тихо, тихо! Дыши, дыши! Дыши! Господи, не думай, что сегодня к тебе едут! Маша, что случилось? Маша, Маша, что случилось? Мам, что происходит? Может, курю вызвать? Сова, ты что? Слушай, слушай, мой! Я... Да имя же вы дело быстрее заметили. Заладились своими. Вы же чинили газовую трубу? Чинили. Ну, плохо чинили. Что ни о чем могу сказать? А дверь? Маша перестал брелок ромать. Да, я на брелок нажимаю, а в рот не открываются. И как будто дверь кто-то запер. А камеры наблюдения у вас нет? Да заказал уже. И камеры, и охрану. Хорошо, хоть мама неожиданно приехала и сестра в проб пришла. Понятно. Ну, начну со службы газа, проверю ваш заказ. А вот с брелком даже не знаю. У кого есть доступ к ключам? Да, у вас есть доступ к ключам. Не, ну нормально. Мою роль этой козе отдали. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена. Влад. Очень приятно. И мне. Моя сестра. Ну ладно, я пойду. Пойдем провожу. До свидания. До свидания. Частный детектив. Олег просто боится, что полиция все на тормозах спустит. Думает что-то нарыть. Может какие-то конкуренты. Симпатично. Ты готова, да? Да. Я хотела после ужина, но думаю, что я не утерплю. Вот у меня для тебя есть подарок. По поводу. По очень важным поводу. Маша. Я не одна, а ты тоже к этому приезжаешь. Ты что? Ты что? Подожди. Врачи живут. Мне все равно, что врачи. Тринадцать недель. Все благополучно. У нас будет мальчик. Ну вот это подарок. Подожди. С пацанами-то совсем иначе. Ты умная с просямой? Мы без нели обойдемся. Да, конечно. Сами не справимся, что ли? Не справимся. Ты моя родная. Если честно, и сниматься с кино ужасно скучно. Ну, ты просто сидишь и часами ждешь, пока кафер лампочку поставит. Ну, осветите. Поэтому, такая вот работа у нас. Добрый вечер. Привет. Здрасте. Влад, а что, возникли какие-то вопросы? Да нет, я заехал вашу сестру расспросить. Мне Олег контакт дал. Как Маська? Спит давно. Ну, раз родители пришли, вахту сдали. Пойдем. Продолжим вопрос. Счастливо. Счастливо. До свидания. До свидания. Ну, и сволочник. Что? Ну, Илья-то сама просила. Ну, а вот хороший парень. Да. Привет. Реквизиты внесли. Проверите все. И завтра ждем вас. Хорошо. Мария Сергеевна, кстати, у меня новая сотрудница. Раньше с вашим мужем работала. Да, и кто я там, многих знаю. Тина Михайловская, пиар-менеджер. Ну, да. Это та, которая после ухода от Олега плела его грязью в интервью одному журналу. Сомнительное достижение для пиар-менеджера, как по мне. Не слишком профессионально. Почему ваш муж ее уволил? А вы сами у нее спросите? Надо же. Проверьте договор с юристом, послезавтра подпишем. Потом я буду в отпуске. Благодарю. До свидания. Всего доброго. Благодарю. До свидания. Молодец. Спасибо. Подпишите, слава богу. Привет, хозяишка. А где это мы были? Кто-то говорил, что у нас на ночевку останется. У вас нет. Ну как? Обостоятельства изменились. Так, Настя, давайте укрась торт. Мам. Ну что, мам? Мам. Давай. Мам. Давай. Не это тот. Мам. Что? Ты ешь давай. Что я? Что? И что там твои обстоятельства? Скажем так, в ближайшее время у вас я не ночую. Ну, ты стремительная. Что? Буря и натиск – мой девиз. Настя. Делайте эти кофе. На ночь. На ночь. Хорошо. Вария Сергеевна, на два слов. Да что вы себе позволяете? Что ж вы всякую грязь на меня льете, а? А власти накажется воллили, как не прошедший испытательный срок. Или за несоответствие принципам компании. Зря вы считаете, что за меня некому заступиться. А вы зря думаете, что можно безнаказанно поливать грязью моего мужа. И лезть к нему в штаны тоже не стоило. А ты дорогу пустите. В чем дело? Все в порядке? В порядке. Уходи. Мы еще не закончили. Уходи. Алина, у меня Ленечка спит. Привет. Помню, конечно. Заведующая отделением гинекологии Софья Андреевна, лучший врач в городе. Да я сама у нее ввела свою беременность, не сомневайся. Так, Томилин, давай без паники, разберемся. Я бросаю тебе контакт, лови. Я тебя. Давай. Маше привет. Проходите на кушетку. Ну, Мария Сергеевна, нагрузки нужно снижать. У вас сейчас, по сути, выбор между карьерой и беременностью. Вы поймите, с вашим анамнезом и моложе никто не становится. Я понимаю, Софья Андреевна. Хорошо, что понимаете. По-хорошему, вам бы на сохранение. Пойдете? Не пойду. Но нагрузки я снижу. И нервничать поменьше. Постараюсь. Спасибо. Нет, нет, нет. И не просите. Олег Фстилдович строго-настрого запретил вас нагружать. Послушайте, но он же не имел в виду, что... Имел. Имел. Так и сказал. Маша в отпуске, а суда зачастило, как на работу. Так, бросите... Мария Сергеевна, надо так нервничать. Поймите меня правильно. У нас все налажено. Благодаря вам. А вам надо больше отдыхать. Мне не сложно. Мне просто скучно без работы. Понимаете? Понимаю. Но поймите и вы меня. Лучше поскучать. Не сейчас, потом. Ты какая-то, ты знаешь, и роль странная, и все дурацкие. Не получилось, и... Не надо. Не топи его уже. Маша. Давай. Маша. А Влада тебя не просил дома сидеть? Нет. Ты знаешь, наоборот. Он вообще замечательный. Он к нам вчера заходил. Расспрашивал про приступ аллергии в больнице. Вот так вот встречаешься с человеком, практически живешь. Ничего не знаешь про него. Ну, а работа у него такая. Да. Ну, пас. Ну, я тоже пас. Я есть хочу. Влад, привет. Да ну. Ничего себе. И что? Ну, в двух словах. Ты плюхуешься процентом. А может быть и нет. А давай по телефону. Ну, хорошо, хорошо. Давай. До завтра. Что случилось? Влад говорит на руках что-то. Хотя бы намекнул? Сказал, отсчет приготовит и утром приедет. All in. Не, ребят, я пас. Все. Разорили меня, уеду я от вас. Нет, давай еще разочек, может, сыграем. Давай, давай. Малыш, меня дома ждет голодный мужик. И если я его не накормлю, он меня съест. Понимаешь? Все. Всех целую. Аривидерчи. Пока. Давай, Карта. Еще играй? Ну, да. Конечно, давай. Давай, а теперь. Да, Ляля. Успокойся. Ну, какая другая женщина? Приезжай. Что-нибудь решим, найдется. Да. Ждем. Что тут, а? Влад пропал, думаю, ничего. И что, она ревет и предполагает, самое плохое, да? Ну, да, что у любовницы где-нибудь. Почему у любовницы, с рукой? А, ну, что случилось? Да. Может, он под машину попал? Сейчас найдем его. Прошу, пройдемте. Прошу, пройдемте. Его ночью привезли, машину сбил. Документов не было. Ну, вы, гляньте. Да, это он. Камер в том районе нет, сбили его на тротуаре. Где он проживал, вы говорите? На прилагзе. А нашли его на Гоголевской. Далековато от дома. Что он там мог делать, не знаете? Нет. И никто не знает. Телефон пробили, последние звонки вам и от вас. Влад мне звонил, он вел мое дело. Я позвонила ему, сказал, что домой я приехала, а его нет. Ты моя хорошая девочка, моя рука. Чего не плачь? Держись. Иди сюда. Иди. Иди, моя хорошая. Ну, все, 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 не плачь. Похоже, все счастье в личной жизни досталось тебе одной, цена твоих. Да ну, что ты такое говоришь, Лялечка? Все у тебя еще будет. Ничего не будет. Лялечка, если бы я могла, я бы разберелась в свое счастье пополам. Я даже домой вернуться не могу. Как захотел бы сразу нахлыдывать. Ну, вот ты оставайся у меня. Оставайся. Или можешь у нас пожить. Места много, Настя будет очень рада. Ну, все, все, все. Ты слышишь? Не плачь, ну, все, чуть-чуть. Чи-ч-чуть, моя дочечка. Чи-ч-чуть. Все, 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 все. Задолбали они со своим неположимым. Я им говорю, вдруг у Влада что-то в бумагах было, из-за чего его убили. А они ни в какую. Пришлось у папы. Через него как-то искать связи, старого понимать. И что, нашли? Ничего не нашли. Ничего. Я все бумаги из его квартиры провалил. Ничего нет. До ночи там у них сидел. Прошу, моя. Как это все навалилось? Что-то мне плохо. Машуль. Маша. Саня, врачи, пожалуйста. Что случилось? Садись. Что, в животе болит? Скажи, может, и водички налить, или что-нибудь? Уже вызываю. Я вам сразу говорила на сохранении. Еще же травма на раннем сроке. В общем, так, Мария Сергеевна. Хотите малыша, придется побыть в больнице. Хорошо. Вот и договорились. Эй, ну не переживай. Мы к тебе каждый день приезжать будем. За Настей я присмотрю. А Олег сейчас вернется из аптеки, мы за вещами сгоняем. Спасибо. Давай, улыбайся. Он же там все чувствует. Вверх удвородок. И на выдох вниз голову. Настя, ну я готов, поехали. Сейчас. Подожди, у нас еще одна осана осталась. Давайте быстрей. Так, садись. Тебя было открыто, прости. Неля. Ты знаешь, я так понимаю, что у нас с тобой еще есть время. Сделать осаны на баланс. Так, выбирай любую точку на горизонте. С детьми что-то? А что? Стас изменил. Опять. Что значит опять? Нелька, ты что это, терпеть будешь? Ты кому я нужна? Кому я теперь нужна? Да. Ну что, если пример для детей? Те, с которым ни во что не ставят мать, изменяют ей? Все же так живут. Это чушь. Не все так живут. Я за тебя решение принимать не могу. Ты сама должна все решить. Но знай, что я буду летом с тобой. Помогу тебе. И детям твоим. Спасибо. Что-то тетя Нелли зачистила нашего папа обнимать. Хотя, с другой стороны, кто, если не Олег, ей поможет? То же самое налево. Ну да. Кто, если не папа, конечно. Девчонки! Поехали. Привет, Сань. Ну привет. Я думала, вы раньше водите. Привет, любимая. Привет. Привет. Как ты сейчас? Расскажите, пожалуйста, ты жила. Я скучилась. Я скучилась. Что, врач говорит? Лежать, соблюдать питьевой режим, не напрягаться. Так, питьевой режим. Иди в воду. В машине. Я сейчас. Молодец. Садись. Ну, иди сюда. Садись. Ну, давай, рассказывай. Как дела? Все хорошо. Власть. Неля, правда, приезжала утром к папе. Она, ну, может, дела какие-то там были. Вот. У нее вообще какие-то проблемы, честно. Она очень много плакала. Такая вся замученная. Ну, это бодичка у тебя? Угу. Я бы хочу чуть-чуть. Держи. Как там у Неля дела? Чего ты не говорила, что она приезжала? А? А при чем здесь Неля? Ну, какая разница, как у нее дела? Ну, не очень хорошо она умерла. Правда. Малыш, ну, ты чего опять ревнуешь, что ли? Ты знаешь, как мне переживать с ней? Ну. Она даже своего лучшего гинеколога там сосватывала. О, у вас гости. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы позволите? Конечно. Проходите. Ну, как чувствует себя наша мамочка? Что-то вы сегодня мледненькая. Знаете, давайте давление померяем. Мы едем домой. Куда вы едете? Мы едем домой. Руку дай. Мария Сергеевна, вам нельзя домой. Маша, куда ты сынулась? Руку дай. Господи. Ну, как? Ух ты. У нас что, праздник? Да. Я иду на балет с твоей мамой. Парамелла Джилета. Там будет балерина. Как ее? Ну, скажи. Оспенская. Правильно. А, точно. Нелли мне говорила. Она, кстати, тоже там будет. Да там вообще весь город будет. Тебе Нелли говорила? Маша. Нелли, ты такая женщина, которую я знаю нового. Ну, лет двадцать точно. Хорошая женщина. Мать моего, красный сын. Я не понимаю, почему я постоянно должна слышать комплименты в адрес Нелли? А что с тобой? Со мной ничего. Маша. Ну, что я сказала такого? Ладно, не творись. Это просто гормоны. Можешь мне посоветовать? Сядь, пожалуйста. Вот смотри. Как лучше? Вот так? Или так? Так лучше. Ну, значит, так и пойду. Ма, давай тебе новый диван купим. Чего? Я и на этом-то не сижу. А вот на новом будешь сидеть. Ой. Не нужен мне диван. Мне главное, чтобы у вас с Машей все хорошо было. Мама, я на диете. Какая диета? Такая диета. Ну, я, я же... Мам, мне на роли новую взяли. Очень хорошую. Расскажу потом. Ну, мам, не на съемке через две недели. Все. Ну, тебя. Мама. С вишней. Вот. Ну. Как Маша? Да. У меня паранойя. Бедный Олег. Да. Гормоны. Страшная вещь. Я вот вам не рассказывала? У вашей прабабки шизофрения была. Да. Так в психушке жизнь не закончила. Ужас. Да ладно. Да. Во время второй беременности у нее все и началось. Да не рассказывала. А так он не рассказывает. Стас, я завтра проверю документы, и тогда отвечу. Нет, я хочу завтра на свежую голову. Не надо на меня добить, ладно? Давай, спокойной ночи. Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор не распрощался с мужем Нелли. Тебе мало того, что он провернул за твоей спиной? Маша, я тебя прошу, не начинай. Мой бизнес, мое дело. Я сам все решу. Когда врач назначает лекарство, он же оценивает, что важнее. Так вот, Стас для меня скорее полезнее, чем вреден. Интересно, чем? Может, может, женой своей? Маша. Прости. Прости, но просто это все беременность, это гормоны. Прости. Маша, хватит. Держи, пожалуйста, свои гормоны при себе. Я уже устал от твоих придирок. Не вставать в шесть утра. Я с работы-то домой не хочу уйти из-за этого. Да и беременность тоже не хотела. Маша. Мне не то хотел сказать. Все. Маша. Все. Маша. Что? Маша, что такое? Все, ничего, звони, давай. Подожди, подожди. Все, звони, давай. Что ж там, Эмилина? Процесс идет. Какой процесс? Восемь часов уже. Бывает и дольше. Хотите, поезжайте домой, отдохните. Нет, я никуда не поеду. Скажите мне, что с ними? По моей линии все хорошо. Коллеги работаю дальше. По какой линии? Ну, а что с ним? Тяжелый случай, плохое предлежание, обширное кровотечение, почечное и достаточное. Господи, вы просто можете мне сказать, что с ним? С младенцем все хорошо. Он сейчас у меня на онтологии, скоро привезут. Восемь баллов по Афгар. Не переживайте, это хороший показатель. Мария в реанимации, очень тяжелый случай. Она ослаблена, но опасность позади. Мы провели органосохраняющую операцию, кровотечение удалось купировать. Спасибо. Спишь? А я вообще уснуть не могу. Слушай, ну расскажи мне, что там произошло, подробности. Ляля, ну какие подробности? Я еле живой. Машка бедная. Да. Знаешь, не переживай. Правда, не переживай. Все наладится. Это просто этап такой, понимаешь? Угу. Ты чего? Ты чего? Прости. Прости, я вообще не знаю, что она меня нашла, честно. Я, знаешь, я, я просто лучше пойду, ладно? Нет. Извини меня, ладно? Ты чего, не спишь? Твоя водичка просто вышла. А-а-а. А ты была у папы? Да, он бедняга устал, уснул. Замотался. Представляешь, у тебя братик родился. Иди ложись спать, завтра к ним поедем. Твоя водичка просто вышла. А-а-а. 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 А-а. А-а-а. А-а. 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 Это я во всём виноват. Если бы я только не уехал тогда. С ребёнком всё хорошо. Да, всё хорошо. Люблю тебя. Я тебя. О! Ужин через три минуты готов. Как Маша? Послушай, я так не могу. Что? Ты должна уехать. Слушай, я Маше в глаза смотреть не могу. Такое ощущение, что она насквозь видит меня. Будто ты чувствуешь, что мы... Что? Ничего не было. Прекрати ты, ну. Прекрати. Ну, это неправильно. Хорошо. А как я ей объясню, что я уехала в такой тяжелый для неё момент? Настя, иди кушать. Я тебя очень прошу, не парься. Сядь и поедешь. Класс. Так, всё, давай, ты берешь цветы и едем. Алло. Олег, ты где? Олег, ну давай быстрее не опаздывай. Тихо, тихо. Витя. Витя, тихо, спокойно, Витя. Успокойся, я сейчас приеду. Всё. Что, что-то с мамой? С мамой всё в порядке. А что? Нелли, муж убивается. Что? Сейчас, дайте мне три минуты. Цветы поставь обратно, они капают. Они капают. Сюськея, кормила твой домик. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Думал, все быстро решил Не обижайся Я не обижаюсь Что? Ничего Папа, ты меня напугал, что тут сидишь? Прости, Настюша, не хочу Иди-ка Иди сюда Чего ты тут один? Да вот думаю Чтоб маме такого приятного сделать Чтоб настроение поднять Вы же девчонки лучше в этом разбираетесь Не знаю Так вот и я не знаю тоже Может подарить что-нибудь такое весомое? Не, давай только без подарков, пап Подарки То такое У нее все есть, что ей дарить Ну да А что там? Реально А давай сделаем праздник Какой праздник? Ну, в честь нулевого дня рождения Ванечки Это классно Думаешь, понравится? Конечно, пап Мы же тоже там Повеселимся Молодец Мель, стой Стой Стой, ты не говори Все остыло? Молодец Не сердись, бьет, значит любит Поехали домой Поеду, но без тебя Я завтра еду в суд Подаю на развод Какой развод? Там или накрутил гад? Олег Подойди к нам На секунду Маш, ты что такая грустная? Я вообще не понимаю Зачем тут весь праздник Сил никаких нет Молоко пропало Неужели они понимают Что мне сейчас нету сюрпризов? Маш Он же хотел сделать тебя как лучшим Все хорошо Ну что ты? Маша ведет себя просто неприлично Сидит как сыч Куда и скакает-то Ну только что в дело Имей совести Если бы не Лена Гости умерли бы от скуки Поздравляю Спасибо Олег Олег Что? Нужно Машу как-то развеселить Она вообще грустная Посмотри Что случилось? Подержи Ланечку Эту таблетку выпью А что случилось? Давай я подержу Ланечку Да Ты сам сына не мог подержать? Маш Маш, ты чего? Маш Подожди, держи Минуточку внимания Давайте выпьем за отца Чтобы Ванечка рос Такой же мужественный Красивый Заботливый Как наш Олег За тебя Спасибо Эх, если бы можно было выбирать невесток Ой, мать, не перестань Я же тебя выбрал Пойдем, пойдем, зову Все, пойдем Ну а что, я тебя пройду За Олешу Спасибо, друзья Поздравляем вас Поздравляем Спасибо А это что такие? Привет Привет Здравствуйте А Машка где? Машка Привет, я сейчас Олег, можно тебя на секунду? Да, сейчас Что она здесь делает? Я пригласил Ты что, против? Она хотела извиниться За то, что из-за своих проблем Я тебя из роддома не забрал И вообще она с Астасом разводится Надо поддержать Мне не нужны ее извинения Что значит поддержать Вот прямо здесь На нашем празднике Возьми себе в руки Ты чего? Успокойся Хорошо? Держи Держи Пошли Сейчас Давай Да Да Куча массовки Софит Кран отлетающий И режиссер Дает мизансцену В общем стою я Олег Можешь мне помочь? Я? Ну ты конечно Ну давай Олеш Ну конечно Конечно Кто кроме него думает Никто В общем Режиссер нам дает мизансу сцену Смотри Сцена любви Давай Обнимай меня Ну крепче Ну Вот Да Да И как бы мы снимаем сцену Первый поцелуй Она томно смотрит ему в глаза Тянется вот-вот будет первый поцелуй И вдруг она чувствует Что там что-то шевелится Где? Прямо там В общем Оказывается Туда залез котенок По моему платью Начал по оборкам играть В общем мы с партнером Дико сковались Друзья, я хочу сфотографироваться с родными людьми Честно? Да Реально Меллюшка, пойдем И с сыном Потом про котеночку еду Я сейчас Пойдем Давай Давай Смешку Так Ну-ка Далее А поплотнее Встаньте Есть А сфотографируйте их вместе А крепче прижмите Олег Что Олег Да Так, нормально Еще раз Зачем Хотик Что ты хочешь? Что тебе нужно? Отдашь из семьи Пусти меня Успокойся Ты чего? Что происходит? Что происходит? Просто я устала Но ты почему-то этого не видишь Зачем вообще вот это вот все? Этот праздник для тебя устроен Это очень плохая идея Олег Олег Олег, успокойся Олег Боже, как некрасиво получилось Как так можно? Бедная Машка В среднее время Сама не своя А может быть Шизофрения По наследству передается? Нет, нет С ней все в порядке Просто Не здоровится Роды тяжелые были Устала она Ты чай пить будешь? Не, не хочу Маша Ну ты чего? Веду себя как идиотка На Нелю наорала На тебя наорала Вообще себе не узнаю Позорище Ну ты же живой человек Все все понимают Никто себя не осуждает Я сама себя осуждаю Что со мной не так Все хорошо Просто ангел Тоже имеет право Показать англотки Надея с праздником была хорошая Панечки с самого рождения Будет много красивых Вот Это Наська придумала Да ты что? Да? Да ты что? Пойду к ней захожу Пойди 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 Наська Все Не отдам Все. Это была очень плохая идея. Да? Нет. Отличная идея. Просто мама у тебя сумасшедшая истеричка. Класс. Прости меня. Ну, прости меня. Смотри. Хорошо. Ой, люблю тебя больше всех на свете, поняла? Мама, я тебя тоже люблю. Но больше всех на свете ты любишь нашего папы. Вас всех. Ладно, пойду не буду мешать. Бедный Олежек. Что Маша устроила? Совсем с ума сходит. И на работе у него там что-то. Я вчера пыталась выспросить, но все без толку. Маша своими концертами сложностей добавляет. Слушай, ты лучше бы ее пожалела. Потому что ты не понимаешь, что она жена-боец. И поэтому сейчас вот у нашего сложности, потому что она из строя выпала. Да, она партнер, плечо, тыл, если хочешь. Я вообще считаю, что Олегу повезло с ней. Даже так? Да. Слушай, перестань под ним копать, а? А я... Я разве не жена-боец? Ты нет. А кто? Ты жена-подарок. Ну, просто моя честь. Ладно. Приятного аппетита. Ну, а вот и хорошо. Меня интересует особый вид пиара. Черный, так называемый. Чем чернее, тем лучше. Тем более у вас зуб на Олега Томилина, насколько мне известно. Ну, так говоря. Допустим. Но не в его случае. Там реально зацепиться не за что. Согласен. В бизнесе у него все чисто. А вот если в личном копнуть, ну, не может быть такого что? Молодого, красивого, богатого. И бисквета в шкафу. Он же мужик все-таки. Да какой он мужик. С женой все время прикрывается. Она у них в семье, мужчина. Да и бизнесом заведует Мария. Не зря ведь каждую неделю приезжает к финдиректору. Да что вы говорите. Тиночка. А давайте мы с вами провернем какую-нибудь операцию. Вот что-нибудь придумаем такое. Нет, нет. Нет, я серьезно. Вы же специалист в этой области. Склеить и все, что ты хочешь. Нет. Почему? Я не хочу иметь ничего общего с этой сумасшедшей семьей. Я заплачу. Хорошо. А я и так неплохо зарабатываю. Спасибо. Всего доброго. Никогда бы не подумала. Всегда ты за нее сидела, а тут вон, пожалуйста, какая помощница. Мам, мне так стыдно. Ну я скажу. Спасибо большое Ляле, что она мне помогает. Но иногда меня это напрягает. Ну просто она все так делает весело, легко. Справляется с домом, с Ванечкой. Даже с Олегом. Говорит ему о своих пробах, он смеется, на меня смотрит, чуть не плачет. Просто у меня такое странное чувство, что она отодвигает от меня мужа и детей. Ну что ты, перестань. Ну что ты себя накручиваешь? Все это гормоны. Поверь мне, каждая мелочь из мухи в слона превращается. Наверное. Просто Лялька Лань, а я корова. Ты только-только родила. Нужно подождать. Пройдет время, придешь в форму. Ну что ты, все же хорошо. Да. Жаль все-таки, что у Ляльки своих деток никогда не будет. Иди, иди. Ляля, побудешь с ним минутку, я пойду. Иди, я побуду. Настя! Да-да. Иди сюда. А это чья? Не знаю, не моя. Твоя, наверное, Сережка. Да нет, не моя тоже. Нет, не моё, таких нет. Мам. Что? А вдруг это... Ну это, наверное, просто Лялькина Сережка. Она сюда заходила куда-то, ну к папе, когда вы с Ванечкой были в больнице. Вот. Ладно, я пошла. Ты представляешь, что только заснула. Кофе будешь? Это что? Серёжка. Я в спальне нашла. Это твоя Серёжка? Нет. Ты же знаешь, что я серебро не ношу. Ты кофе будешь? Ты к Олегу приходила. Что? Мне Настя сказала. Вы сейчас с ума все посходили? Это не моя Серёжка. Ну это и не моя Серёжка. Я не знаю, но у Олега и спрашивай, чья это Серёжка. Может это твоя Серёжка? Откуда я знаю? Вот сейчас твой ребёнок проснётся, и его нужно будет кормить. Можно я хотя бы ему молоко сделаю? Совсем с ума посходили. Нет, нет, нет. Откуда она не минала? Ляль, ну, прости меня. Я правда не знаю, как я могла на тебя это все подумать. Ну, прости, слышишь, Ляль? Слушай, ты знаешь, я уже нашла вторую сережку в шкатулке. Я не помню, когда я их покупала. Слушай, я половина своих шмоток не помню, когда я их покупала. Ты столько умел. Ладно, забудь, все, приехали. Ладно. Чего я такая психованная стала? Хочешь, тебе там свои таблетки успокоить? Так, мне очень хорошие в Швейцарии подобрали. Они вообще безвредные можно было бы, даже если бы ты кормила. Ну, давай. Посмотрите, посмотрю, может, у меня сумки есть. Так, вот. У меня еще один есть. Остальное пришлю почтой. Да пошла ты. И чтоб ноги твоей здесь больше не было. Чего, смелая стала, да? Только я знаю, кто тебя накрутил. И ты пожалеешь об этом. А я не вернусь, понимала? Единственное, о чем я жалею, что не сделала этого раньше. Виктор Борисович, здравствуйте. Да, вы знали-то я. У меня к вам деловое предложение. Не хотите ли вы переместить инвестированные активы? Я знаю, да, я знаю, что вы с Томилиным работаете. Но у меня предложение получше, выгоднее. И у Томилина есть кое-какие нюансы. Конечно, давайте я вам расскажу сюда. Спасибо. Спасибо. Настя! Настя, что происходит? А где Ваня? Настя! Ваня у тебя? Что такое? Нет. Ваня пропал. Мама, как пропал? Ваня с тобой? Как со мной? Я в аптеке была. Ваня пропал. Как пропал? Ну так пропал. Я не знаю, где Ваня. Пропал Ваня. Нет Вани нигде. Мам! Мам, да вот же он! Ваня. Ванечка! Вот ты где? Мамочка, думай, она тебя потеряла, да? Я его в кровотку положила, вот это очень. Ну, не переживай, ну с кем не бывает. Ты знаешь, я когда текст роли учу, я вообще в мобильник могу в морозилку засунуть. Это мобильник, это ребенок. Олегу не говорите. Вот это правильно. Слышь? Я алгебру делать ушла. Что со мной происходит? Когда Настя маленькая была, у тебя было такое? Нет. Я вообще не знаю, что со мной было, если бы там что-то случилось. Застрелилась бы из этого пистолета. Там в кроватке пистолет, как он вообще там оказался? Знаешь что? Возьми себя в руки. Маш, выпей успокоительный, ложись спать. Все будет хорошо. Хорошо. Лучше, ладно? Конечно. Так, а кто пойдет со мной наверх? Скажи мне, Павел. А? Ну-ка пойдем с тобой все игрушки возьмем. Пойдем, девочка, дам. Пойдем. Пойдем. Виктор Борисович, мы с вами договаривались. Ну-ка, вот Мария Сергеевна вернется к работе, уверен, мы это обсудим. Ну, а пока ограничим инвестиции. Погодите. При чем здесь, Маша? Какое она имеет отношение к моему бизнесу? Алина, мне надо улетать на деловую встречу, так что давай потом. Потом. Маша, а я сегодня у Виктора Бориса еще был. Такой разговор с стороны, он хочет транс остановить. И почему-то на тебя соловец. Маша, Маша, ты слышишь меня? Да. У Виктора Борисовича что? Ты себя хорошо чувствуешь? Да, все хорошо. Давай я Викторе Борисовичу потом поговорю, ладно? Потом. Машунь, давай я встречу отложу, с вами поеду на прививку. Не волнуйся. Помнишь, как я Настю маршрутки в кенгурушке таскала? А сейчас и не маршрутка, и не кенгурушка. К тому же мне нужно чаще выходить из дома. В четырех стенах я начинаю сходить с ума. Идем. Тихо, 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 тихо. Мой котеночек, да, зайчик? Сейчас сделаем прививочку нашего сона. Мой котик такой сладкий. Мой зайчик такой, да. Котеночек, да. Сейчас сделаем. Прекратите. Что? А я еще не уколола. Что значит уколоть? Не надо ничего делать. Я еще не уколола, прививку не сделала. Мне нужно делать никакую прививку. Не нужно ничего. Отдайте мне моего ребенка. Отдайте мне моего ребенка! С вами все в порядке? Да, со мной все в порядке. Мы потом придем. Слушай, здесь не уколола. Слушай... Слушай.... Спасибо вам огромное, что вы могли все решить. У нас еще просто маленький ребенок, и это вообще, конечно, с ними очень сложно. Скажите, ну что, тогда мы можем забрать документы и поедем, а то нам еще кормить его. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Спасибо огромное. Всего хорошего. Прошло, садись. Ребят, а можно машину отогнать? Извините, нет. Ну, хорошо, я тогда назад сдам. Машину садись. До свидания. Всего хорошего. Счастливо. Красотка. Что за день? Сплошная невезуха. Невезуха? Да ты что, скажешь спасибо, что тебе права отдали, и мужик это спокойно уехал? Я сегодня наоборот, настоящий джекпот. Спасибо, Лялька, если бы не ты. Кто же знал, что эти копы мои сериалы смотрят? Кто бы мог подумать, что ты полицейских называешь копами? Что я Олегу скажу, что с машиной? Скажи ему, что тебе на дорогу собака выбежала, ну и ты случайно в столб врезалась. Ну а что, ты же любишь всех спасать? Он не поверит. Хорошо. Олега я возьму на себя. Но ты же знаешь, я умею великолепно врать. Спасибо, милая. Машуль, ты отдохни, поспи, а я за Ванькой присмотрю. Что-то я выключаюсь, люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Давай, отдыхай. Папа. Никогда отца не слушаешь. Не нужна ты ему. Не нужна. Ля-ля. 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 Стоп. Что? Тут он сидит. Где? Да не кричит. Никто тебе не поверит. Дядь, никого. Машка. Маша. Посмотри на меня. Что случилось? Приснилось. Господи, ты боже мой. Иди сюда. Машка. Ну, иди ко мне. Иди ко мне. Ну, чего ты? Ну, чего ты? Точно. Приснилось. Приснилось. Давай врачу покажемся. Психика это такое дело, что надо еще очень сильно постараться, чтобы заболеть психически. Скажи, пожалуйста, а у вас травмы головы были? Нет. А как с наследственностью у кого-нибудь из близких родственников были психические нарушения? Я не знаю. Ну, хотя я у мамы спрошу. Хотя нет, нет. Я бы знала. Через неделю все анализы будут готовы. Приходите, мы еще раз посмотрим. Недели через полторы-две у вас все наладится. Хорошо. У Томилина несколько неправильные взгляды на бизнес. Средства можно возвращать куда более эффективно. Кое-где немножко оптимизировать, а кое-где рискнуть. Вы же и без меня знаете. Томилин вывеск. Всем рулит его жена. Сейчас она из обоймы выпала. А Томилин застрял в своем декоративном мерке. Финансы не его, в отличие от Томилина и меня. Там шансов ноль. Один вам. Почему ты раньше об этом не рассказывала? Разве о таком рассказывают? Шизофрения, она вообще лечится? Доченька, ты что? Ну-ка посмотри на меня. Ты что, моя хорошая? Сама себе диагноз уже поставила. Но нет, все в порядке. Сказали тебе, послеродовая депрессия. Все будет хорошо. Все, все будет хорошо. Я Настю завезу, маникюр, педикюр, по магазинам пробегусь и как раз ее обратно довезу домой. Настя, ты скоро? Да, сейчас. Все, да. Тебе часов пять хватит? Угу. Все, поехали, быстрее. Даша, привет и поздравлю. Хорошо. Маш, ну давай я маме позвоню, а? Он тебе поможет. Зачем? Ну с Ваней тихий час, езжайте, развлекайтесь. Хорошо. Ванечка, пока. Все, обнимаем. Машуль. Маша, Маша, где Ваня? Маша. Спит. Где спит? В кроватке. Маша. Здравствуйте. Я из окна увидела, как Маша оставила коляску посреди улицы и ушла. Десять минут двадцать. Я запереживала. Он кричит. А почему он в платье? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Десять минут. Да нет, это какой там борец. Какой ты сумасшедшая. Мишуль. Ну это просто период такой. Молилась только все на тебя. Я опасна. Для всех вас? Наследственность. Какая наследственность? Это нелепое предположение. Боже, я тебе обещаю, мы во всем разберемся. Найдем лучшего специалиста. Сделаем тест, или что они там делают. Я уже все нашла. Светлана, ты что? Прости меня. Я уже все решила. Машуль. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Олег? Аркадий Дмитриевич. А вы Маша. Очень приятно. Ну, пойдемте за мной. Ну, что ж, из того, что я услышал, могу сказать одно. Вам действительно нужна помощь. Ну, не переживайте. У нас хорошая клиника. Все условия, персоналы, специалисты высшего уровня. Аркадий Дмитриевич, я вас очень прошу, сделайте все, что от вас зависит. Деньги не имеют значения. Вы же понимаете. Да, я понимаю. Хорошо. Мы сделаем все возможное. А теперь, если у вас больше нет вопросов, пожалуйста, подпишите. Согласие на добровольную госпитализацию. Это обязательная часть процедуры. Маша, ты уверена? Я уверена. Ну, вот и замечательно. Это правильный выбор. При должном подходе болезнь корректируется. Главное, не запустить процесс. Да-да. Нина Петровна, я уже хотел посылать за вами. Вот, пожалуйста, приводите Машу в ее комнату. Пройдемте. В одноместную? Да, конечно. Одноместная палата. Пожалуйста. Аркадий Дмитриевич. Спасибо. Все хорошо. Не переживайте, все будет хорошо. Томилина в сорок первую. Да, конечно. Можно минуточку? Я дальше сама пойду. Ладно? А ты скорее поезжай домой к детям. Хорошо. Я завтра приеду. У нас дни посещения среда и суббота. Режим. Идемте? Да, сейчас. Ты, пожалуйста, родной ничего не говори. Хорошо? Не хочу их волновать. Я здесь побуду, подлечусь и вернусь. Все будет как прежде. Люблю тебя. И я тебя. Ладно. Ну все. У нас очень хорошая больница. Трехразовое питание. Проходите. Вы не волнуйтесь. Все будет хорошо. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас придет Нина Петровна, а мы вас в другую палату переводим Это Маша, Маша, вот ваше место Точно не могу в отдельной станции Компания пойдет вам на пользу, здесь чисто, аккуратно Вы осваивайтесь, принесу вам лекарство, окно закрой Угу Здравствуйте Это Изольда Иза Талантливая актриса А я Лорик Лора А она не разговаривает Клухонемая Тамара и звать Ваше лекарство Глотай Клухонемая Маша Маша Машинка Машуля, Мария Машулька Как ты вообще мог отпустить ее в эту клинику? Что, другого варианта не было? А что Олежка должен был сделать? К батареи ее привязать? Ты же слышал, она сама так решила Сама решила? Да хоть к батареи И почему в нашу клинику, а не в столицу? Там хоть специалисты хорошие Так, все Маша хочет быть рядом С домом Рядом со своей семьей Я буду ездить каждый день туда У меня все готово Может поужинаю? А, спасибо Да, да Сынок, а Леночка Так и будет с вами жить? Мам, да мы вообще-то Мы не обсуждали Ну а что тут обсуждать? Проси, чтобы осталось На тебе сейчас работа И двое детей И помощь тебе не помешает И потом неизвестно Когда Маша вернется Мам Маша вернется Скоро вернется Так, я должен С ней поговорить Делать ей там нечего Ты со мной? Папа, сядь Сядь, успокойся Частная клиника хорошая Там врач чудеса правит К тому же Маша просила Не говорить вам Что мы в лечении Ни вам, ни тещи А Настя? Ну что Настя? Рыгается Рыгается Молодей В комнате у себя Да Молодец, закрывай Так Томилина Стой А таблетки? А таблетки? Все Все, все Запивай Рот открой Язык вверх Отлично Марченко Тетя Давай Спасибо, папа Снова ты меня вручаешь Может тебе еще чем-то помочь Документы посмотреть Аудит провести Люди-то есть? Да я разберусь Не первый же день в бизнесе Раньше как-то справлялся? Раньше Маша была Я в последнее время только и слышал Маша то, Маша сего Все почему-то думают, что она Рулит моим бизнесом, а не я Да, она и рулит И сейчас о чем? Мамуль Ну я же тебе говорю, что она В командировке, за границей Будет через две недели Да, у нее пока нет связи Мам Я же тебе говорю Я тебе сразу позвоню Все Давай целую Пока Я даже не знаю, сколько я смогу ее вообще врать Я Ванечку еле уложила Мне кажется, мы с ним перегуляли Ну ты знаешь Парни столько эмоций Просто зашкаливают А Вик, ты устал? Голова болит Знаешь Тебе просто нужно расслабиться Как она могла? Я думал, у нас нет секретов друг от друга Про бизнес-акселератор выдумал С отцом сговорился И потом выясняется, что все инвестиции Все Это ее рук дело Идиотом себя ощущаю Лицо Бренда Просто боялась, что ты не справишься Вот и решила подстраховаться Что-то у всех слишком много сомнений Ну почему? Насчет меня Мне, например, насчет тебя вообще нет никаких сомнений Пойду я спать Присаживайтесь, пожалуйста, там Так соскучилась Будто год не видела Приемный день, среда, суббота Ко мне никто не ездит Платье-то не есть Приемный день, среда, суббота С пятнадцати до шестнадцати Тихий час Здравствуйте Здравствуйте, мы Кроговой Здравствуйте Вот, пожалуйста Мам, 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 мамуль Привет Ты как? Идем на улицу Тамилина, таблетки Майи не приехали Должны, значит, приедут Они были уже сегодня По графику лечения нужно, пей Ну раз нужно Рот покажи Можно на улице их подождать Иди, жди Ты чего сидишь, принца ждешь? Давай в палату, быстро Вы должны понимать, что во время лечения мы пытаемся добраться до самых глубоких слоев псих К сожалению, сознание Арины Сергеевны затронуто сильнее, чем вы полагали Но мы делаем все возможное Простите, у меня обход, я пришлю за Марией, Нину Петровну, хорошо? Хорошо Да, еще раз повторяю, не волнуйтесь так, лечение идет по плану Главное, верить и не опускать руки ни вам, ни Марию Маш Выходит, не верила в меня никогда Потому придумала эту схему с деньгами отца Инвестиции банковские Сейчас тоже не веришь, да? Не веришь, что я тебя вытащил? Я тебя вытащил Слышишь? Верь мне Все, договорили? Вставай Пошли До свидания Давай я отведу Светя, иди там, смотри Тебя стучать не учили? Чего ты не закрываешься? Ты же вроде не одна дома Почему ты сам так разговариваешь? Что у тебя с папой? Ничего у меня с папой Ты думаешь, я не вижу, как ты крутишься вокруг него или что? Ты что, с ума сошла? Так можно ей к маме в психушку отправиться? Дорогу ты знаешь Дверь закрывает с обратной стороны Настюша Поужинаешь со мной, Настю? Я не хочу Я не хочу Друзья, заканчивайся Иди ко мне Иди ко мне Иди ко мне Ну чё? Лёлька говорит, ты не елся один Нельзя так Я хочу к маме Поехали к маме Поехали Поехали Конечно, выздорове Ну, всё Слава Просто Зато мы так всё скоро Как мы хотим Не говори так папу Слышишь меня? Не надо так говорить Настя Болезнь Она не выбирает Надо привыкать жить без мамы Настя Как-то Папа Ты предатель, папа Настя Папа, уйди И смотри Комната Сейчас Уходи Вот он на лавочке сидит Вы общайтесь Я позову Аркадия Дмитриевич Спасибо Маш, привет Маш, ну ты как тут? Тебе мама рассказала? Конечно Кто же ещё? Было бы лучше, если бы мне рассказал ты Я бы нашла врача в столице Собрала бы консилиум Спасибо, конечно Но Последний раз Твой врач Мне очень понравился, Маша Ты знай Если вдруг что Ты всегда можешь обратиться Спасибо тебе Если что, обращусь Как мальчишки Адаптировались к вторичной жизни? Адаптировались Хорошо Ладно, я побегу А то мои уже заждались Пока Пока Садись Ну что ты, Мелина Поправим нашу психику? Не надо бояться Хорошая, красивая Тебе, Яныч Что тут у нас есть? Ну, чуть-чуть Да-да-да-да-да Успокойся, я тебе говорю Лежи тихо Лежи тихо Не кричи Спокойно Спокойно Да что ж Ах ты тварь кусучая Черт, куда же ты бежишь? Да ты Стой, я тебе говорю Что случилось? Что случилось? Видишь, на людей бросается Принеси мне двольную дозу Успокоительного Ну, тварь Ты у меня добегаешься Санитары Заберите ее Что мне, держать, что ли? Ставьте Принеси мне АДС Не хватало мне еще столбняка Все, забирайте А что у нас дело? На главврача напала Пойдем Он хотел меня насиловать Хотел, значит, сделает Это же Адольф Адольф? Аркадий Дмитриевич Сокращенно Адольф Ну, это мы его так называем Только ты смотри Не проболтайся А то будет нам Будет нам Да Будет, будет И что, он ничего не боится? А что ему бояться? Не ты первая Не ты последняя Ты не первая Я не последняя Больная Гордись Он не всех трогает Красавица Только симпатичных Красоточка Только симпатичных Привет 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 А у меня как раз ужин готов Слушай, Леля, я не хочу Я Ну, как не хочешь? Подожди, ну, поесть-то надо Надо Ну, а для кого я старалась? Ну, давай И вообще Я имею право пообщаться с кем-нибудь Кто старше синим месяцем Так, мясо будешь? Будешь? Буду, буду Давай, это курица Держи Салат? Да нет А нож есть? Я забыла, прости Сейчас принесу Лучше расскажи, как вы с Ванечкой тут Слушай, мы отлично Ты не представляешь Он здесь везде ползал Не сидел, не секунду В общем, он Весь в паб Так, подожди, он проснулся Сейчас перезал И посиди Посмотри, кто пришел Посмотри, кто пришел Кто идет ко мне Ну, богатель, моя хорошая Как дела? Слушай, Лель А он на тебя тоже похож Давай, я его подержу уже Давай, иди ко мне, мой хороший Ну, все очень хорошо Что ты рядом Не спишь? Собираюсь Ля-ля Не надо Маши сейчас нет А я есть Я настоящая Маши сейчас нет Маши сейчас нет Ты чего в такую рань? Где Маша? В командировке Не в линии Ты мне почему не сказала, что Маша В психиатрической клинике? Садись Я не буду садиться Мама, сядь Я не буду садиться Мама, не ори У меня все спят Сядь Хорошо, Сила Я тебя еще раз спрашиваю Почему мне ничего не сказала? Я мать, и я имею право знать Она сама просила, тебе не рассказывать Я еду к Маше Сегодня неприемный день Тебя не пустят Это что, меня родную мать не пустят к дочери? Там что, тюрьма? Ну нет, мам Там не тюрьма Доброе утро Вера Ивановна Здравствуйте Здрасте Я сейчас Ля-ля, что ты делаешь? Ля-ля, что ты делаешь? Я завтрак Олегу делаю Ты зачем Олега обхаживаешь? С чего ты видела? Вижу Да Не зря мне Настюша жаловалась А я дура старая думала Девочке показалась Понятно Как так можно, а? А как можно, мам? Чтобы Олег страдал Можно? Или чтобы дети росли Без матери Тоже можно? Ты же сама знаешь Что это за болезнь Ты не помнишь, как наша прабабка закончила? Понятно Ты что, на Маше крест поставила? Маши Больше Нет А жизнь есть И она продолжается Ты завтракать будешь? Да нет Я Встречу меня Так давайте кофе с собой сделаю Нет, не надо На запрашке попью Всего доброго Беги, Олешка Я иду к Маше Я вас очень прошу, пожалуйста Мне очень нужно туда Пожалуйста, пропустите нас Я вам еще раз говорю Не положено Только в приемные дни Мама, я же тебе говорила В среду приемный день Поехали Да я с места не сдвинусь Мне нужно поговорить с Машей Послушайте, вон она Вон она моя дочь Вон она, Машенька Маша Мама, в среду прилет Что там же происходит? Да вот А, пусти Вот, спасибо Мама Спасибо Мама Спасибо вам большое, доктор Она вон туда пошла Одну минуту Спасибо, доктор Там моя Здравствуйте Маша Подождите, успокойтесь Не кричите Здесь больные люди Я понимаю Елена Валерьевна У вашей сестры Да, у моей дочери У Маши Да, у вашей дочери Индуцированный бред Вызванный лечением К сожалению, все идет не так, как мы предполагали Я не очень понимаю Она выздоровеет? Да, конечно, она выздоровеет Но надо набраться терпления Прошу вас Прошу Да Мы уже корректируем лечение И прием препаратов Но в данный момент надо немного подождать И я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь К тому, что вы видите По состоянию здоровья Угу Ну, а вот и Маша Я вас оставлю, не буду вам мешать Если понадоблюсь, я буду в своем кабинете Спасибо Пойдем Смотри, это вот мы с Ванечкой Ты знаешь, он уже так пытается встать Он такой молодец Ползает по всему дому Маш, ну ты не переживай так Ты лечись спокойно А я позабочусь о детях, об Олеге Машенька, доченька Как ты так? Что ж ты мне Ничего не сказала Хотела волноваться А я как? Таблетки 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 Давай, я найду за таблеток Снова таблетки Слушай, ну лечение, конечно Но знаешь, главное, что врач хороший Да, хороший Он хотел меня изнасиловать Что? Маша, подожди, как изнасиловать? Маша Подожди, может тебе показалось Или приснилось из-за лекарств Так, я пошла к главврачу Нет Я пошла к главврачу Мама А что значит фраза Позабочишься об Олеге Она не... Да что у Маши Машенька Ну, кто-то же должен о них сейчас заботиться А Ванечка, он как родной ляльки от мамы Ну, Насте нужна помощь И Олегу И Олегу Ты что такое говоришь? А что я говорю? Ну, пока тебя нет Как это меня нет Я есть Машенька Да Не трогай меня Не трогай меня Я не хочу себя видеть Я никого из вас не хочу видеть Заверите в меня Все нормально? А вы все хорошо? Не переживайте Ваша сестра под моим личным контролем Нет, ну я надеюсь Просто история с изнасилованием Да Потому что психически нездоровые люди Не такое могут придумать А к тому же у пациентов шизофрении Очень часто возникают фантазии На сексуальную тему Это естественно Не, ну я не знаю Маша? А ты куда? Видеть тебя не могу В смысле? Даже мама говорит, что так будет лучше А что получается? Кто не видит, что я выйду Просто так не выйдешь Меня забыли? Тебя забудут Меня забыли Меня забыли Смирись Маша Маша Смирись, смирись Ай, Изи нравится Хорошо 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 Им не нужна больная мать Им не нужна больная мать Да-да Аркадий Дмитриевич к вам Томилина просится на прием Прямо таки просится Ну пусть зайдет Заходи Ну что вы хотели, Мария Сергеевна? Не уж то жалобы на меня в министерство написать решили Вы могли бы ко мне больше никого не пускать В каком смысле никого? В прямом смысле никого Ни родных, ни близких, никого Пусть не приходят Им так будет лучше А вам? Правда, частый отказ от посещений стимулирует положительную динамику Особенно если пациент готов сотрудничать с лечащим персоналом Так лучше будет всем Спасибо Твой папа, он мужчина, а ему без женщины никак И Ванечки, мама Ванечки, мама есть Своя вообще-то Машенька Бабушка, нет, я хочу У меня тоже будет моя мама Да, Настюша Господи Ой, ты боже мой Мама 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 Что это заставила? Мама Что это заставила? Все еще, думаю, что так лучше будет. Я думала, что вы не мои. Все так думают. Ты мне скажи, так лучше будет. Я не знаю. Я ничего уж не знаю. Разве им нужна больная мать? Идем, Иза, идем. Поговорим. Не спишь? Я не хочу с тобой разговаривать. Разговаривать не придется, просто послушай. Ты маленькая, еще ничего не понимаешь. Ты тоже мне пришла рассказывать, что я все пойму, когда вырасту? Ты можешь не стараться, мне бабушка пыталась уже. Ну, хорошо. Тогда я не буду тратить время ни твое, ни свое. Скажу тебе прямо. У тебя два варианта. Первый – смириться, что мама больна, а я живу с твоим папой. Нравится тебе это, не нравится. А второй? А второй я отправлю тебя в интернат. И поверь, у меня есть для этого все возможности. А мы будем жить с Олегом. С Ванечкой втроем. Теперь ты все-таки хочешь видеть своего братика? Отдыхай. Спокойной ночи. Я врач, в лаборатории работала. Здесь место тюремного срока. За что? Мужа убила. Бил безбожно. Издевался. Вот, смотри. И не выдержала. Психушку симулировала. Экспертизу подделала. И сюда. Квартиру продала. Лечение оплатить. Я ведь думала, психушка лучше, чем тюрьма. Ошиблась. Не все здесь сумасшедшие. Твое точно здорово. за тобой давно слежу. Нет у тебя диагноза. И лечение твое странное. Как день посещений. Двойная доза седативных. С таким лечением точно психом станешь. И что делать? Отказаться от лекарств? Лечебных. Безболезно. Силой запихнут. Но если ты их пить перестанешь, то им необязательно об этом знать. Я здесь 7 лет и ни одной таблетки не выпила. Как? Учись. А где она? А ты ее туда запихивай, где зуб мудрости. С первого раза может не получиться. Тренируйся. Тренируйся. Мне Нина Петровна уже давала. Ничего. Еще надо. Хорошо. Вставай. Слышишь? Просыпайся. Вставай. Пойдем, пойдем. Тапки обывай. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Если эти таблетки не пить, твое сознание останется чистым. Достаточно будет притворяться, что ты заторможенная. Посмотри на пациентов со стороны. Медленные, отрешенные. Смотрят бессмысленно. Качаются из стороны в сторону. Делай все то же самое. Ну, на чем мы остановились? Ну, на чем мы остановились? Ну, что, привет. Ах! 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 Сval позначено. Валь. Медсинец. 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 Что ты делаешь? Идиот! Она не дышит. Мог остановиться ты! Избавьтесь от нее! Давайте! Все равно никто искать не будет. И скорую! Скорую мне! Она точно не дышит? Да, не дышит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой сладкий! Алло! Папа у нас там по телефону разговаривает. Как? Что? Маша пропала. Как пропала? Ванечка. Ванечка. Люда! 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 Да что за пожар? Ой, господи. Люд Михайлович, девочка-то она что, мертвая, что ли? Ванну давай! Ой! Ой, господи. Что они с тобой сделали, милая? Вот так. Всё хорошо, милая, всё хорошо. Он умер. Вот так. Умер. Вот так. Я убила человека. Ой, 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 чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Всё-всё-всё-всё. Ну что, не томи. Множественные гематомы. Похоже, перелом левой кличицы и разрыв бокового сустава. Не исключаю ушиб внутренних органов. Господи, бедная девочка, кто ее так? Это не самое печальное. Реакция на боль и корнеальные рефлексы отсутствуют. Срочки сужены, артериальное дыхление понижено. Она в глубокой коме. Как в коме? Она полчаса назад говорила, он умер, умер. Это часто бывает в предкомовом состоянии. Шрам у нее вот здесь. Видел? Что это такое? Да у нее не один там шрам. Боюсь, что у нее отбирали органы. Черные трансплантологи. Она срочно в больницу. Я ее забираю, но долго скрывать не смогу. Хорошо, конечно. Если надо, забирай. Объясните мне, как она могла сбежать? Знаете ли, умалишенные они иногда такие изобретательные и хитрые. И к тому же, у нас здесь не тюрьма. Я бы рекомендовал вам написать заявление в полицию. Аккуратно. Аккуратно. Юра! Ну, что еще? Иди сюда. Держи. Да брось ты! Юра! Держи! Спасибо. Что взял ее к себе? Повезло же ей, если бы ты ее не нашел. Да уж. Повезло так повезло. Я Михалыч. Я говорю, поздно уже. Ты в порядке? Да-да, все нормально. Не заметил, как ты вошел. Как она? Да никак. Душать стало редко, поверхностно. Подключили к искусственной вентиляции легких. Ты давно здесь? Да не помню, минут двадцать, тридцать. Глеб Михалыч, пора сообщать в полицию. Нет. Прости, но я больше не могу ее здесь держать. Я персонал. Посетитель. Все спрашивают, задают вопросы. Чем дольше мы тянем, тем хуже для нас. Дело серьезное. Не дай бог что. Что, не дай бог что? Бог его знает. Она здесь уже две недели, положительной динамики нет. Может, месяц еще. Может, год. А может, она вообще не очнется. Не могу больше здесь держать. Пойми. Рано ты, доктор. Руки опускаешь. Ну, ладно. Я забираю ее. Твоя помощь мне еще понадобится. А что здесь происходит? Ты не поспутился, Глеб Николаевич. Даже в госпитале у меня такой нет. Ну, вот, поставишь девочку на ноги, вся эта аппаратура будет твоя. Это же миллионы. Я знаю. Я сам платил. И специалистов мне самых лучших. Я уже сделала. Люди надежные, профессиональные, лишних вопросов не задают. Работать будут по смене, так что пациентка будет под круглосуточным наблюдением. Я прошу прощения, Глеб Михайлович, что происходит? Сейчас, сейчас, Люд. Давай, Юра, иди. Я пойду проверю. Разобью что-нибудь. Пойдем, Люда, я тебе все объясню. Послушай, Люда, ни в какую полицию я заявлять не собираюсь. И вы решили ее выхаживать дома? Ну, а что, мне ее бросить, что ли? Ну, девочка, наверняка, будет искать родные. А может, не только родные. Ты видела, она вся в синяках, в побоях. Наверняка, ее мучили, пытали. Может, не один год. А если она не выйдет из комы, тогда что? Она выйдет. Она выйдет из комы. Хорошо. Что мы скажем прислуги, соседи? Они же наверняка будут спрашивать. Мы скажем, что это моя дочь. Ты послушай, я уже все продумал. Соседи ее не видели, так? Из старых знакомых, ты сама знаешь, я их и на пушечный выстрел не подпускаю. Новых знакомых у меня почти нет. Да, мы скажем, что это моя дочь Марта. Понятно? Леонид Михайлович, у нас все готово. Все. Мастер. Мастер. Мама, нет. Она не могла так сделать. Мама, она не могла. Просто, папа. Мама, тихо. Мама, еще пойми, ее миссисы. Я ненавижу тебя. Я тебя ненавижу. Просто, что ты такое говоришь. Здравствуйте. Юрий Геннадьевич, здравствуйте. А Глеб Михайлович сказал, чтобы за границу улетели. Ночью я прилетел. Холланд, дайте, пожалуйста. Как тут у вас? Извините, все так же. Глеб Михайлович ни на шаг не отходит от Марты. Ждет, когда она глаза откроет. Он надеется. Я, знаете, я поначалу тоже надеялась, но теперь... Скажите, пожалуйста, как это все закончится? На них больно смотреть. Ну, все, 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 Людмила, успокойтесь. Уже кому-кому. А вам сейчас надо быть сильным. А, привет. О, привет, Юра. Привет. С приезда. Спасибо. Ну, как там? В Швейцарии? Ну, что там? Стоит. Что же не может быть? А как у вас дела? Пошел. Как видишь, пока без изменений. Изменения есть. Жизненные показатели продолжают падать. Глеб Михайлович, думаем, пришло время подумать об отключении. Нет. Послушай, я сказал нет. Я знаю, что тебе больно. Сколько ты вложил в нее, но ты подумай о себе. О ней. Девчонка и так натерпелась. Ну, пришло время. Отпустите ее. Уверен. Будет жить. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я Егор. Настю жду. А я Лена. Приятно. И мне очень приятно. Да вы садитесь, садитесь. Чувствуйте себя, как дома. Сори, Егор, я готова. Просто очень много вещей, и надеть все равно нечего. Ой, Настюш, ну эти шорты. Ну, честное слово, ты же не модель. Тебя забыла спросить. Пошли, опоздала. Духи бабушкины, ну правда, веет старостью. Возьми мои наверху. Засунь себе свои духи знаешь куда? Настюш, ты чего? Я же как лучше хочу. Ну не нервничай так, еще болезнь не спровоцируешь. Какая болезнь? Не слушаю ее, фигня это просто. Ну как фигня? Ее мама сошла с ума и попала в психиатрическую больницу. А это же наследственное... Закрой рот, дура. Я тебя ненавижу. Чтоб ты сдохла. Я вот больше всего боюсь этих проявлений. Вы кофе будете? Да нет, я пожалуй... Пейте, сейчас все сделаю. Намучилась ты, бедная. Глядь Михайловичу, нелегко удалось это решение. Почему мам, мамочка? Мам... Извините, пожалуйста, мам. Пойду я. Глядь Михайлович, скорая зайдет к тебе. Ой, господи, я сейчас. Глядь Михайлович, Глядь Михайлович! Там... Там Марта. Что с ней? Проснулась. Проснулась, наша девочка. Пойдем. Вот так. Чувствуете? Чувствуете? Не старайтесь говорить. Моргните. Чувствуете? Удивительно. Еще вчера она была в глубокой коме. А сегодня подает надежды на полное восстановление. Ну так а я тебе что говорил? Что я тебе говорил? Еще два дня и она побежит. Не торопитесь, Глядь Михайлович. Несмотря на уверенную положительную динамику, впереди Марта ждет длительный период реабилитации. Все-таки два года проезжал. Ты помнишь, что с тобой произошло, дочка? Помнишь? А как тебя зовут? Помнишь? Глядь Михайлович, слишком много вопросов. Она должна отдохнуть. Вот. Это успокоительное. Поспите. Теперь уже нормальным, здоровым сном. Излишняя активность вам сейчас ни к чему. Ну все, пошли. Пошли. Отдыхай, дочка. Мерзавка. Кто опять? Дочь твоя. Она рассказывает Ванечке сказку про добрую, настоящую маму-фею и злую мать. Веселую Машу и коварную Лялю. И ты там, кстати, тоже есть. Добрый, глупый. Я это, между прочим, не в первый раз. Ты как-то собираешься на это реагировать, я надеюсь? Добрый, глупый. Хорошо. Ты не думаешь о Ляле. Ну, обо мне подумай. Бог с ним со мной. О Ванечке подумай. Ему сейчас тяжелее всех. Думаешь, ему нужны сказки о маме? Не нужны. Мы сейчас должны делать все, чтобы Ваня рос счастливым. Ваня рос счастливым. Сказки закончатся. Но война с Лялькой нет. Папа. Какая война? Папа. Я... Я принял решение. Мы оставим все как есть. Убедим ее, что она моя дочь Марта. Что? Тише. Юра ее дал сильно успокоительное, так что она спит, ничего не слышит. Блин, Михалыч, как же так? Марты нет и не может быть. Вот Марта. Вот. Я ее в лесу нашел, а смерть и спас. А если она все вспомнит? А если не вспомнит? Надеюсь, ты со мной. Марта Глировна Медведева. У всех базах есть. Угу. Может, хоть на американское гражданство подаваться. Идеальная работа, высшая проба. Вот любишь ты, Шкет, зарисоваться. Кому Шкет, а кому Василий Петрович. А ты Медведь завязывай. Замгубернатора Поганяном звать. А сам Медведь? Ну, что это такое? А ты же пока не замгубернатора. Ну, ладно, ладно, Вася. Долг твой последний прощаю. О! Спасибо. Ну, что? Вкусный бульончик? Да. Домашний. Я и отца твоего приучила к домашней пище. Раньше-то он все время по ресторанам. Он так себя казнит, что эти мерзавцы столько удерживали тебя и издевались. Он выкуп сразу собрал. Это же психопаты, садисты. Ну, давай еще одну ложечку и все. Да? Давай. Вот. Вот, 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 вот. Вот умница. Вот и умница. Может быть, чаю? Я быстро. Я быстро. Бой. Да? Так. Ура? Да? Ура? Алло? Мама, мама! Алло, говорите, вас не слышно. Мама, мама, мама! Ванечка, сыночек, что случилось? Что? Не хочу хлеба. Не кушай хлеб, сыночек. Любимый Олег, ну пожалуйста, займись ребенком. Алло, вас не слышно, говорите. Вот и чай, только немножко остынет. Вот я растяпа, думаю, куда я свой телефон подевала. А-ПА-ПА-СКО-РА-ПРИ-ДЁТ. ПА-ПА-СКО-РА-ПРИ-ДЁТ. Ну, помнишь, я тебе говорю? Да, я помню. Вот эта таблица? Я помню, папа. Так вот, если цифры, обозначенные в третьей колонке, перенести в четвертую, сократив статьи расходов по второй колонке, то через пару лет можно выйти в ноль и начать зарабатывать в два раза больше той суммы, указанной в десятой колонке. Это очень хорошая идея. Я сообщу об этом плановый отдел. Ты мой финансовый гений. Слава Богу, есть кому передать свое дело, когда уйду на покой. Пап, ты своим бизнесом будешь еще лет сто управлять. Поработать я с удовольствием. Ну, вот и хорошо, дочка. Вот и хорошо. Шампанского выпьешь? Нет. Надо еще к маме в больницу ехать. Может, поужинаем вечером вместе? Тебе что, поесть не с кем? Есть. Не знаю. Может, декорации сменить, что ли? Ну, да. Про сменить декорации – это золотые слова, Миша. Отдыхаем. И мы провожаем. Да, я тоже посмотрел документы. Не, представляешь, во что она меня хочет травить? Ну, какой из меня врач? Вот скажи. Не врач, а основатель клиники геронтологии. Ну, чего ты, Бунтож, Юрий Геннадьевич прав. Дело перспективное, папа. Ну, послушайте, Марта, Глеб Михайлович, если она говорит перспективное, то прибыль точно будет. Хорошо. Хорошо, если вы оба об этом говорите, я согласен. Не опасно войну? Да нет, как раз нормально. Ничего, подождет. А где у вас уборная? А вот, направо. Ну, вы тогда идите, я сейчас. Куда потом? Главврач принимает прямо и налево. Вы не представляете, какое количество обеспеченных людей сталкивается с проблемой досмотра пожилых родителей. Это огромная цифра. Просто огромная. С точки зрения вложения капитала, наша клиника – это просто золотое дно. Вообще, мне кажется, что следует расширять сеть подобных клиник в нашем регионе. Хотите посмотреть? Нет, давайте дочку подождем. У меня Марта занимается всеми делами. И вот, возможно, инвестирование в вашу клинику – не исключение. Ну, хорошо. Конечно, давайте дождемся. А вот, наверное, она. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вас ждем. Надеюсь, вы не начали без меня? Нет, вот Аркадий… Дмитриевич. Ну, Аркаша, он хотел без тебя начать. Я говорю, нет, без Марты говорить не будем. Марта, а что такое? Ты как-то напряжена. Все хорошо? Да. Может, водички? Нет, не надо. Да. Ну, что там у тебя? Мам, ну, сколько можно? Я уже столько лет с Олегом живу. Все уже привыкли. И только ты одна меня и пилишь, и пилишь, и пилишь, и пилишь. Да потому что ты его не любишь. Что? Вон уже. Люди по углам шушукаются. Что у тебя, романы? Один за другим на стороне. А Олег узнает, что будет. Олег узнает, что будет. А может, он уже знает. И что, Лялечка? Ничего. У нас семья. Ваня. Ваня, это не твой сын. Ваня мой. Ваня мой сын. Мой сын. Идея, конечно, привлекательная, если верить его словам. Но что-то я его пока не понял. Папа. Что? Подожди меня. Здесь я сейчас. Подожди, а вы... Жди здесь. Я в машине ждать буду. Марта Гребовна? Сидите. В шарфе не жарко? Конечно, потому что такой некрасивый шарф. Девочки, Варис. Мария Сергеевна. Призрак увидели. Собственно, как и я. Не прощайся. Марта, дочка, все в порядке? Что-то случилось? Это был он. Кто он? Тот, из-за кого я два года пролежала в коме. Ты его вспомнила? Я его не забывала. Я ничего не забывала. Так, Саша, сейчас прижмись. Останови машину. Ну, что? Что? Что ты вспомнила? Я все помнила. Я ничего не забыла. Когда я пришла в себя, я не могла понять, что происходит. Я в чужом доме, я вокруг чужих людей. Не могу больше являться, сказать ничего не могу. Еще ты со своими вопросами. Помнили я, что произошло. Я же думала, что я его убила в ту ночь. То есть, ты подумала, что я тебя полиции сдам? А что я должна была подумать? Кто поверит в сумасшедший, который убил своего врача? Я даже мужу боялась звонить. Думала, что он откажется от меня. А он и отказался. Женился на моей сестре. И мой родной сын теперь зовет ее мамой. Я бы тебе поверил, дочка. Я бы поверил. А что случилось с настоящей Мартой? Мои друзья, так называемые друзья, посчитали, что у меня слишком много власти, что мне надо делиться. Я так не считал. Ну, они стали пугать по-всякому. То подожгут что-нибудь, то взорвут. Потом Марту украли. Я-то идиот думал, что я бога за бороду ухватил, что эти шавки не посмеют. В общем, когда Марту убили, во мне только ненависть жила. Нет, не к этим подонкам, к себе. Не сберег самое дорогое, что есть, что надо беречь. Самое дорогое. После этого не жил. Так. Доживал. Потом надежда появилась. Так. Поехали. Поехали. Куда? Ну, к этому уроду. Я ему сейчас кости переломаю. Нет, не надо. Нельзя этого так оставлять, как ты не понимаешь. Надо отомстить. Поехали. Мы отомстим. Но не так. Пап, я прошу тебя. Хорошо, дочка. Хорошо. Настенька. Ну, как там дома? Ну, что дома, как дома. Лялька. Ну, что ты милая. Ну, она, конечно. Ну, Ванечку любит. И Олежке с ней хорошо. Спасибо. Какая же ты у нас уже взрослая, внученька. Сколько папа пережил. Все эти ужасы. А потом потерять Машу. Ты береги его, детка. У папы трудная жизнь. Да ладно тебе, хватит, но все нормально, Олег, все хорошо. Пей, пей, чай, пей. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Вот она. Добрый день. Тамара, я ваш новый адвокат. Тамара, ваше дело направлено на пересмотр. Вы свободны и можете уходить со мной. Пойдемте, я жду. КОНЕЦ Маша, Марта, Марта Глебовна, садись. Пушикоя, ты такая красотка. Даже не узнать. Я же тебе говорила, что весь твой диагноз это фикция. Тебя там в этой психушке не лечили, а калечили. Понять бы зачем. Ну, думаю, все возможно раскопать. Как ты думаешь, это реально оправдательный приговор, пересмотр дела? Ну, конечно. Особенно, если за дело берутся юристы моего отца. Тут как главврача прижать? Вот, задача посложнее. Ты же не одна. Развлекался он часто. Многие отбились. Если все дадут показания, то тогда. Уже неделю болеешь и никак не оклемаешься. Завтра ужин у мэра. Такое платье купила. Все зря. Ну, такая скукотища в этой дыре. Прочитала стелька, да? Думала, за принца замуж выходишь. А я не принц. Не твоего полета, птица, да? Ну, что ты несешь? Только Машка меня принимала таким, какой я есть. Больной, здоровый. Бедный, богатый. Им все равно было. Ну, что за бред? Ну, конечно, ты мне нужен. У нас семья. Между прочим, я люблю тебя не меньше, чем Маша. Спи. Здравствуйте, Рокоди Дмитриевич. Опять вы? А кто вас спустил? Я же из-за... ... ... ... ... Я сейчас буду звонить в полицию. Давайте. Хорошо. Как раз расскажем им, что вы садист и серийный насильник. У него, кстати, доказательства есть. Так удачно. Простите, ошибся. Простите, ошибся. Что вы хотите? Кто вам платил за мое дополнительное лечение? ... ... ... Вы хотели поговорить со мной? Да, я хотела поговорить о Маше. Вы помните, как ее звали? Да, конечно. Хорошо. Извините, Марта Глебовна, мы ищем кого-то? Еще. Одна женщина, которая почему-то меня не любит. ... ... ... ... ... ... ... Ну что, нашли? Нашла. Вы плачете, Марта Глебовна? Нет. Это плачет Мария Томилина. ... 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 Бабушка! Ой, ты мой золотой. Ой, Ванечка, ты мой внучек. Ты мой родненький. А кто там? Кто там идет? Мама! 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 Ну что, мой хороший? Да, мама. Я вижу. Ты подарил свой подарок, скажи мне. Что там? Да, мама, вот такое тебе дособирай. Здравствуй, девочка. Как ты, бабушка? Мам, посмотри, таких пуржуков тебе собрал в парке. Понятно. Выяснила, значит, нашла. Мне кажется, что не все счастливы без меня. Я должна разобраться, пап, понимаешь? Я должна понять, почему я оказалась в психушке. Почему Ляля платила этому ублюдку, чтобы со мной поступали еще хуже? Почему она заняла мое место? У меня есть муж, у меня есть двое детей, у меня есть мама. У меня есть отец, и другого мне не нужно. Но я должна разобраться. Только в детективы не пытайся играть. Этим должны заниматься профессионалы. И еще разберемся, дочка. Разберемся. Холмский Антон Николаевич, к вашим услугам. Можно просто. Холмс. Марта. Вария. Если надо добыть информацию, то Холмс в этом деле лучший. Вот, объект, или как там у вас называется. Рот, я сказала, открой. Теперь бери ложку, ешь сам. Ты что делаешь? Ты что творишь? Ты понимаешь, что так нельзя себя вести? Сейчас пойдешь сам и будешь собирать эту кашу. Ты понял? Ты что? Ты чего орешь? Быстро встал и поднял кашу. Не трогай его. Так, отдай мне моего ребенка. Я не отдам. Отдай. Я не отдам. Я не тебе говорю. Да, у тебя пробы были. Или кастинг режиссерский. Ты как со мной разговариваешь? Да я как хочу, так и разговариваю. Отдай мне моего ребенка. Отдай. Не трогай. Отдай. Да ты с ума сошла? Ваня. Ванечка, прости. Валуся, прости, пожалуйста. Мама была не права. Иди, ради бога. Ванечка, прости. Иди на свой кастинг. Золотарех Михаил Иванович. Режиссер. Женат. Имеет трех детей. Встречаются один-два раза в неделю. Место встречи в гостинице Европейская. Да. Лелька всегда любила режиссеров. Кстати, Анастасия Томилина тоже там сшивается. Похоже, у нее, собственно, расследование. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я сейчас дам вам… Вот. Я еще кинула адрес ресторана. Она там обедает постоянно. Вот. Вы там пообщайтесь. Повлиртуйте. Вот. А только сядьте возле барной стойки возле окна, чтобы видно было. Ручку поцелуйте. Я думаю, вы знаете. Да, конечно, без проблем. Красивая баба. На актрису одно похоже. Может, сделайте мне скидку за это тогда? Скидку? Я не путаю. Работаю, личная жизнь. Пожалуйста. А, и если ваши фотографии попадут в сеть, то проблем не будет никаких? Вы там не женаты? Нет, они не планируют. А вы? Шучу. Хорошего вечера. Ты только представь. Если бы все эти фотографии попали в сеть, и весь интернет бы писал, что жена Томилина ему изменяет. Только ты одного не учла. Что Никита оказался приличным человеком. И меня предупредил. Ты лучше скажи, сколько он с тебя взял за этот день? Настя, успокойся. Они все же такие же подлые, как и ты. Не, ну я понимаю, я враг номер один. Ну, отца. Отца тебе не жалко? Настюша. Ну зачем? Почему? Папа, ты что, не понимаешь, что... Папа, это правда. Она тебе изменяет. Ты не видишь этого? Сумасшедшая. Вся в мать. Да я сейчас тебе... Тихо. Успокойся. Машу ты не приплетай. Господи. Все, Настюша. Успокойся. Не ползайся. Разберемся. У нас, Настюша, свои наушники забыла. А, кстати, где она? А вы же не в курсе, да, что наша девочка решила отца на весь город опозорить? Ля-ля. Ну а что? Не надо, что? А мне просто интересно, откуда у нее деньги? Никите, между прочим, она 300 баксов за это заплатила. И неизвестно, сколько бармену. Кому заплатила, за что? Кто такой Никит-то? Не важно, пап. Это наша проблема. Я сам с Настей разберусь. Может, это вы? Может, это вы дали ей деньги? Я? Мне просто к вам огромная просьба. Не нужно спонсировать ее подлость. Я не понимаю, что ты говоришь. Настя подлая. Она наша внучка. Да. И моя дочка. Племянница. Так, что все-таки произошло-то? Вам же сказали. Ничего. Можно мы сами как-нибудь разберемся с нашей дочкой? Не лезьте в нашу семью. Так, с меня хватит. Пойдем, отец. Сынок. Пойдем, пойдем. Ехали только дольше. Чего ты устраиваешь? Что? Ну, не сходи с ума. Они здесь при чем? Да все сошли с ума. Блин, я же точно знаю, что она с этим Режеком. Папа не видит еще ничего. Она еще таблетки какие-то постоянно глотает. Что за таблетки? Да фиг его знают, что там за таблетки. Я думаю, транквилизаторы какие-то. Она такой бодрячок после них. Так, так может наркотой балуются. Я вообще бы не удивилась, если там наркота, честно. Ну, так подкини и дурь. Да, сообщаешь потом, копам нужен момент. Уверена, по головке ее не погладят. Где я возьму дурь? Ну, не знаю. Что ты как маленькая? Антонова знаешь? Ну, из 10-го Б. Да. Я слышала. Возьмешь у него визиточку, там контакт. Скинешь денежку. А они тебе геолокацию. Ходить даже никуда не надо. Все так просто? Да. Да нет. Не-не-не. Это очень стрёмно. Не надо. Ладно, скоро алгебра идешь. Знаешь, у меня голова болит. Ты иди, а я просто придай классно, что я принесу записку от папы. Окей. Я прошу, не надо. Зачем ты эти таблетки пыталась выбросить, если это аспирид? А, сказочница? Проверим, проведем анализ. Пожалуйста, я правда. Я просто нашла их. Да идем уже. Они просто лежали, а я просто решила посмотреть, что это все. Только что было с ней. Нет, нет, не надо. Стойте, стойте, стойте. На камеру видно. Стойте, стойте, стойте. Что? Стойте, стоп. Командир, пойдем на два слова. Пойдем, пойдем. Держи ее. Пойдем. Значит так, смотри. Этим занимаются более серьезные структуры, поэтому девочку я сейчас забираю. Понял? Понял. Пойдем. Не лезь ты больше в эти дела, ладно? Отпусти ее. Пойдем со мной. Не бойся, не бойся. Молодой человек, вы кто? С тобой хотят поговорить. Пойдем, пойдем, пойдем. Не бойся. Не надо, пожалуйста. Молодой человек, я вас не знаю. Мне надо идти, мне надо идти. Пожалуйста, не трогайте меня, пожалуйста. Посмотри сюда. Мама. В общем, я не могу пока вернуться домой. Мне нужно сперва все выяснить, понимаешь? И уже потом. В общем, я буду сперва все выяснить. Ну, мне будет нужна твоя помощь. Все, что скажешь, мам. Я помогу маму. Помогу. Попробуем покопаться в прошлом. Может быть, было что-то необычное перед тем, как вы попали в лечебницу? ДТП. Анафилактический шок в больнице. Управление газом. Тяжелая беременность. Клиническая смерть в родах. Вас что интересует? Не скучно выжили. Давайте по порядку. Ну, потом Олег нанял честного детектива. Пришло, что кто-то из его конкурентов ему гадит. Он даже что-то нашел и обещал Олегу подчет, но погиб. Олег пытался потом найти эти документы, но не нашел. Вот, с этого надо было начинать. А как звали этого детектива? Влад. Влад, фамилию не помню. Ничего, дочка. И детектива этого найдем, Влада. И документы. Я правильно говорю? Даже не сомневайтесь, Глеб Михайлович. Мы здесь ремонт не делали. Раньше здесь офисы были. Все осталось как есть. Со временем здесь будет магазин. Скажите, Влад Горяйнов где сидел? А он здесь сидел. Мы тут посмотрим, вы не против? Да, пожалуйста. Да, если б тут что-то было, мы бы уже давно нашли. Наверняка. Ну, мы все равно посмотрим. А эти розетки работают? Где работают, где нет. Позвольте? Да, пожалуйста. А эти не работают. До свидания. До свидания. А вдруг там бриллианты? Больше ничего. Здравствуй, Влад Горяйнов. Можно? Это вам за беспокойство. Ого. Вот запись с камеры наблюдения. Я уже посмотрел. Смотрите и вы. Угу. Ну, больница какая-то. Там что? Это в углу дата? Угу. Это через три дня после аварии, когда вы лекарства подменяли. Вот пришла сестра ваша, с министрой говорит. Теперь внимание. Следим за рукой. Вот. Ваша сестра вам ампулу подменила. Она же знала про вашу аллергию. Вот еще один любопытный факт. Есть запись интервью с Алексеем Васильевичем Скориком. Сотрудник службы газа, который вам трубы менял. Так вот он говорит, что в доме жила очень красивая актриса. И, мол, эта звезда интересовалась, где же у газовой трубы может быть слабое место. Ну, мол, сильно волнуется. Ну, доступ к ключам у нее был. Ну, и брелок отключить несложно. Не получилось с лекарством. Пойдем другим путем. Да, ну, нет. Нет. Она хотела сама меня отвезти. Просто у нее были кинопробы. Потом она вернулась. Зачем она тогда вернулась? Ваша мама ей позвонила, она испугалась. Или, может, хотела сама убедиться, что ты не выберешься? Я не знаю. Ты узнал, как Влад погиб? Пока нет. Ну, я подниму полицейский рапорт и хотела что там искать. Ну, да. Кажется, я знаю, что искать. Что? Что такое бабушка? Боня? Позвать врача? Это Саня. Бог наказал. Враченька. Виноватая с лицовой Маша. Не, бабуль, все. Я не Маша, бабуль, я Настя. Запроси меня, Маша. Женька. Мама простит. Я знаю, что мама простит. Зачем она... И жить на ней. Слава Богу. Протокол допроса мамы Влада. А это вашей сестры. Вечер провела у сестры. Домой вернулась около полуночи. Это подтверждает консьерж. Влада дома не обнаружила. На звонки не отвечал. А утром отправилась в полицию писать заявление. Так, стоп. Вот она. Дома была около полуночи. Консьерж подтверждает. От нас она уехала где-то в 9 часов вечера. Где она была 3 часа? Расследователи хреновы. Двоечники. Так. Звонок от Елены Веретенниковой. Владу был в 21.30. Все понятно? Вышла от вас. Подумала. Позвонила Владу. Договорилась о встрече. Скорее всего, машина поменяла. Возможно, взяла в прокате. Ну, теоретически мы можем поискать данные услышанных прокатов. Хотя они вряд ли хранят так долго данные. Не надо ничего искать. Будем возвращать дело на это следование? Не будем. Так бы гнила до конца своих дней в этой психушке. Юрист наш звонил. Обвинение просит Леодольф в 15 лет. Уверена, что засудят. Знаешь, я вот думаю. Ну, хорошо, Ляля хотела меня убить. Угу. Ну, я же сама в психушку пошла. Ну, я же реально сходила с ума. На людей стала бросаться. Мертвецо видела. Ванечку потеряла. Ну, не она же меня с ума свела. Знаешь, как как бы люди я с ума сводила. Заползали к человеку в дом и втихаря чудили там. Попробуй не двинуться, когда вещь ты в одном месте оставила. Приходишь, а она в другой месте. Ну, как. Так что. Ну, да. У Ляляки второй муж из органов был. Слушай, а как тебе вообще в голову пришло самой в психушку идти? Ну, я сперва в психиатру пошла, анализы сдала. Потом все как-то завертелось. За Ванечку стала волноваться. Плюс мама еще сказала, что бабка наша с ума сошла во время беременности. Ну, что я должна была думать? Значит, есть анализы. А результаты? А я их тогда не забирала. Сколько истории болезней могут храниться? Ну, должны хранить. Слушай, тогда надо попросить Глеба, чтобы он добыл их. Не надо Глеба просить. Я сама все добуду. Я смотрю, ты во вкус ходишь. Да. Бацином при холмсе будешь, да. Ну, все-все. Бацином при холминах. Начала наблюдаться новый специалист и попросила всю историю болезни. Конечно. Можно ваши документы? Да. А я паспорт забыла. Права подойдут? Давайте. Да, Мария Сергеевна, есть ваш визит и результаты анализа. Вам сделать копию или отправить на электронную почту? Давайте копию. Так, ну это снотворные. И вот следы приема ЛСД. Какого ЛСД? Я не... Погоди, мне Ляля таблетки давала. Слушай, а у тебя галлюцинации были? Были. Один раз. Как раз отчима покойного видела. Я после этого пошла к психиатру. Слушай, я могла под ЛСД сына из дома вывезти и на улице оставить. Нет, ну под ЛСД ты могла. Ну, понимаешь, в чем дело? Тебя в основном-то снотворными пичкали. А от них люди спят, а не гуляют. Мы не знаем, какие таблетки тебе Ляля давала. Так, а может, это вообще не ты была? И не ты вывозила? Тогда все объясняется. Вот записи с камеры, файлы по датам за последние полгода. Угу. А более старые у вас есть? Нет, зачем. Дольше не храним. А когда чипы произошло, это выспорено? Ну да, по типу архива. Вдруг кому-то понадобится. А можно я посмотрю? Да, конечно, без проблем. Спасибо. Вот нужная мне дата. Можно я скачаю на флешку? Спасибо. Только папе не говорите, что я приходила. Я просто ему сюрприз готовлю. Хорошо. Спасибо вам. Ну вот это я Ванечку на улицу увожу. Ну все, кофта моя, походка моя, жесты мои все. Я не могу на это смотреть больше. Подожди, а почему ты в капюшоне? Нельзя это как-то увеличить, крупнее сделать? Да, можно. Сейчас я... через новую программу запущу. О, вот тут не падает, где нет капюшона. Я стопаю. Опа. Подожди-ка, так... так это же не ты. Лялька. Ну, за что, мам? Что ты ей сделала? Ничего. Плохого ничего не сделала. Ну, ты можешь сделать, мам. Ну, ты можешь сделать, мам. И тогда злая мачеха рассыпалась, как пыль. А добрая мама-фея обняла своих деток. Покажи маму-фею. Смотри. Смотри, видишь? А она правда сейчас существует? Конечно. Настя! Все, закрывай глаза, ложись спать. А ты меня не отнесешь? Нет, нет. Будешь спать самой. Настя! Что? Что это? Что это? Это платье. Что случилось? Откуда оно взялось? Что ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю, откуда оно взялось? Может, ты его купила, там, сшила, украла? Откуда я знаю? Ляля. Я вообще понятия не имею. Это Маша на свадебное платье. Твое платье. Ты думаешь, я не знаю, что это мое платье? Только я выбросила миллион лет назад. А может, ты не заметила? В шкафу где-нибудь, в углу. Нет, это все она. Это она. Я? Да. Класс. Я слетала в прошлое, тебе платье принесла, ты хочешь сказать? Ну, ты тварь. Ну, ты тварь. Что? Тварь, не сходи с ума. Ты можешь успокоиться. Ты можешь успокоиться. При чем здесь Настя? Не сходи с ума. Ляля, не сходи с ума. Ты можешь успокоиться. Мам, ты бы просто слышала, как она орала. Платье один в один же получит. Мне домработница сказала, что она поставила фотографию на тумбочку, когда я ушла в школу. Ничего от этой ляльки хорошего. Одно только плохое. Пусть мучается теперь. Правильно. Настя, прекрати. Что, мам? Это надо прекратить. Что прекратить? Как нельзя? Это... Это слишком жестоко. Что жестоко? Я не понимаю. А она с тобой как? Она со мной по-разному. Но все равно она моя сестра. Мам, это ей самое место в психушке. Нет, Настя. Там никому не место. Ну, хорошо. Все будет хорошо. Беги домой. Завтра увидимся. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мама, наверх идите. Да, хорошо. Давайте поговорим. Зачем ты пришла? Ты что, хочешь Ваню забрать? Олег, сделай что-нибудь. Ты видишь, что она из психушки пришла. Олег! Ты же знаешь, что я не сумасшедшая. Ты же правда это знаешь. Ты хотел меня убить. Когда Влад этого знал, ты его убила. А для меня другое придумала. Это ты Ванечку из дома вывезла, не я. Это ты метуснотворное, это ЛСД подсовывала. Хорошие таблеточки на травках. Это ты главврачу заплатила, чтобы он у меня психушки сгноил. И ты совершенно точно знаешь, что я не сумасшедшая. Машенька. Ля-ля. Черт, Влад. Ты копался до этой больницы. Почему, почему тебя откачали? Лучше бы ты просто там сдохла. Это я. Это я должна была выйти замуж за Олега. Это я была его Джульетта. А ты у меня отобрала его. Ты у меня все отобрала. А мне что? Эти дурацкие мужики и аборт. Я должна была родить ему сына. Ваня мой. Ваня мой. Ваня мой. Мой! Ваня мой. Ваня мой. Ой, спасибо. Женщина, а кто у вас там? Сын. Что? У меня там дочь. Да все хорошо будет. Спасибо. Маша. Маша. Мама проснулась. Мама. Да, ничего здесь не изменилось. Все изменилось. Прежде всего персонал. С вашей сестрой это не вчера все началось. Какие-то непонятные проявления. Скорее всего, это уже было несколько лет назад. А может даже и с детства на такое не всегда обращают внимание. Списывают на депрессию. А здесь она очень даже любит находиться. Это и сцену напоминает. Сейчас ее уже приведут. В такой фазе больные не узнают своих близких. они находятся в своем мире. Я помню все, где я быть должна. И вот я здесь. Ну где же мой Ромео? Хорошо было. Не, ну правда было хорошо. Хорошо. Ромео. Поклянись, что любишь ты меня. Хорошо было, правда? Правда было хорошо. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Клянусь. Хорошо было, правда. Спасибо. Это у нас все на выписку? Как скажете. Давайте чуть-чуть повременим. Хорошо. Угу. Хорошо. Что случилось? Что случилось? Я хочу посмотреть на тебя. Посмотрела? Посмотрела. На сих пор не могу поверить, что ты вернулась. Я вернулась. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя. Ладно, поехали. Дети ждут. Ладно, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова